поставил на запись запись можно будет скачать с нашего сайта сайта битрикса мы выкладываем там же где вы читали на нашем сайте про анонс этого вебинара там где была указана тема и кнопка на регистрацию там будет я сегодня вторник постараемся сегодня завтра конвертируется видео сегодня завтра выложим это видео и вы сможете вопрос скачать оттуда и еще мы загрузим его на youtube можно будет еще в режиме онлайна посмотреть на ютюбе соответственно планшета и так далее и так начнем я немножко слайдов покажу так для захода потом уже переключусь непосредственно живую демонстрацию сейчас понятное дело все уже в интернете никого чем уже не удивишься это прекрасно понимаю что нужен сайт чтобы тебя как минимум нашли воды как максимум нашли и заказали на том сайте товар или услугу вот но реально уже таковы что одного сайта недостаточно и нужны эти определенные сервисы сервисы по поиску по обслуживанию клиентов поддержки там по безопасности масштабируемости различных интеграции чтобы клиенту было удобно чтобы он видел всегда там самое актуальное количество товаров на вашем складе вашем магазине чтобы он мог работать вашим сайтом в любое время чтобы был отказоустойчивым чтобы на вашем сайте были различные инструменты для маркетинга чтобы клиентом смог что-то подобрать себе там купить со скидкой для вас там наоборот должны быть другие сервисы которые позволяют увеличить среднюю стоимость товаров в корзине ну и тогда и тому подобное то есть сейчас сделать просто сайт как бы не имеет никакого смысла нужны определенные сервисы нужны определенные инструменты которые будут с этим работать вот крупный бизнес давно давно как бы уже туда пошел в эти сервисы в эти услуги до на сайте ну и мы также не отстаем и зарабатываем битриксе разрабатывая нашу платформу для интернет-магазинов мы вот все вот эти сервисы также стараемся преподнести всем нашим клиентам которые пользуются нашим продуктом вот у нас есть соответственно платформа называется управление сайтом и на базе и и вы можете создавать сайты или интернет-магазины 10 старенький слайд затесался сейчас уже версия 15 5 который включает себя ну во первых современный интернет-магазин для практически любых типов товаров которые можно продавать там все можно под это нас настроить и огромное количество различных инструментов которые позволяют вам сделать просто интернет-магазин продающий работающий такой комбайн даже скажем онлайн целый онлайн бизнес да и вместо просто обычного интернет-магазина на этом слайде хотелось бы перейти непосредственно к демонстрации и показать вам что же за такое чудо чудное интернет-магазин от битрикса буквально вчера поставил себе на виртуальной машине демоверсию скачанную с нашего сайта вы это также можете сделать это абсолютно бесплатно демоверсия ничем функционально не отличается от обычного продукта коммерческого скажем так ну кроме времени работы по сути многие тоже я думаю встречали такую возможность когда вы скачиваете какую-нибудь программу для ознакомления и потом если вас все устраивает вы просто в настройках этой программы вводите какой-то определенный ключик и да программа дальше продолжает работать уже без ограничения по времени здесь примерно то же самое на нашем сайте есть раздел скачать заходите выбираете нужную вам редакцию и скачиваете установить битрикс можно на любую платформу это может быть линукс это может быть windows это может быть вот мак как у меня в данном случае вот ничего вам в этом плане не будет мешать вся работа с сайтом вот после того уже там развернут до наполнен в процессе наполнения ведется с помощью браузера здесь опять же таки нет никакой зависимости от операционной системы или там какого-то браузера есть определенное ограничение нужно чтобы браузер был более современным если речь про каком-то explorer то это версии там 10 и 11 желательно да не меньше современной chrome и firefox и оперы все это будет прекрасно работать и вся вот собственно работа еще раз повторюсь строится через браузер и я вам это сегодня как раз и продемонстрирую и так я скачал вчера версию бизнес это по сути максимальная вот такая редакция в ней основной весь функционал скажем так представлен чтобы понять что вам нужно что не нужно можно будет еще на нашем сайте впоследствии почитать посмотреть подробно что да как к чем отличаются где что есть и чего нет про это я еще попозже расскажу и так вот поставил я себе демку вот это у нас типовой интернет-магазин тот последняя его версия вышла буквально несколько недель наверное назад мы ее отдали всем желающим с ней знакомиться она полностью адаптивная вот полностью адаптивный интернет-магазин это означает то что он подстраивается под разрешение того устройства с которого вы зашли на этот сайт то есть если вы на сайт зашли с помощью мобильного устройства сейчас мы это покажем то соответственно сайт автоматически сожмется под нужное вам разрешение вот здесь перестраивается меню перестраивается несколько скажем так структура этого сайта но вы не теряете функциональности все достаточно удобно и понятно шрифты понятные читабельные для смартфона вот можно легко попасть пальцем нужный раздел все что нужно почитать кликнуть и так далее здесь у нас открывается боковое меню с каталогом товаров вот и вы можете зайти посмотреть почитать зайти в нужный вам товар и при необходимости купить его положить в корзину и дальше на продолжить оформление автоматически все расширяется меняется да видим что вот блок у нас для там смартфона и планшета переносится вниз для десктопа он наверху таким образом происходит это сейчас скажем так стандарт до большинство сайтов сейчас ориентированных опять же таки на покупку обычными клиентами да там если речь идет конечно же не про какой-то деревообрабатывающие станки за там несколько миллионов рублей вагоны да вы там продаете товар такой обычный потребительский скажем так и и подразумеваете что ваши клиенты это не люди которые вовсе сидят там выбирают этот товар а пользователи которые могут там в машине в метро в автобусе зайти там своего смартфона на ваш сайт купить там или выбрать посмотреть то для таких товаров и для таких интернет магазинов адаптивность она ну скажем так рекомендовано так ну вот тут сразу вопросы пошли по поводу виртуальной машины можно ли поставить версию бизнес ну вот я собственно виртуальной машины поставил ее для планшета есть административная часть управления сайтом и так имеется вопрос именно про адаптивность сейчас покажу админку она там нету такого такой адаптивности но она в любом случае строилась в том числе вот под управлением как раз не только с десктоп но из планшета ну и так вот это сайт вот так вот он выглядит с публичной части в чем есть различные настройки когда еще на этапе установки демоверсии вы можете выбрать там различные цветовые гаммы вот эти вот все цвета они достаточно легко меняются там по умолчанию там штук 5-6 вариаций там серый оранжевый зеленый и желтый и так далее то есть вы можете здесь поиграть опять же таки зависит от того какой у вас там стиль старая гамма вашего магазина вы можете здесь выбрать уже на этом этапе нужный вам цвет ну или дальше просто поиграть со стильми css без проблем и сделать свой нужный цвет так далее это главная страничка здесь какие-то товары которые вы выводите по своему усмотрению это могут быть новинки там лучшие популярные и так далее новости которыми вы интересуете ваших клиентов можно здесь выводить дату новости таким образом показывая что ваш сайт живой вы им занимаетесь развиваете его они так что там новости 2011 года с фразой там мы открылись ведете здесь всю работу по привлечению ваших клиентов до по наполнению какой-то актуальной и нужной для клиентов для покупателей информации ну и дальше подвал каталоги меню каталог непосредственно самого сайта блоки с возможностью подписаться на какие-нибудь новинки рассылки и так далее ну и дополнительные блоки соц сети размещенные справа здесь мы видим строку поиска который позволяет нам быстро найти нужный вам товар не прибегая к тому чтобы лазить по всему каталогу вот ну продолжим буквально через несколько минут посмотрим что из себя представляет сайт как все это работает сейчас я хотел бы показать еще админку что она из себя представляет ну смотрите я здесь админ единственный пользователь в демо версии зарегистрирован на сайте и и тот с максимальными админскими правами соответственно у меня на всех страницах сайтов именно в публичной части во первых есть эти вспомогательные кнопки которые позволяют мне вот зайдя в любую страницу на любой раздел нажать там кнопочку изменить страницу и что-то отредактировать то есть если я видел видел какую-то ошибку может быть хочу новую страницу добавить или новый подраздел или там страницу в новом разделе я все это могу сделать непосредственно здесь если мне нужно допустим отредактировать меню это также могу сделать непосредственно с публичной части мне не нужно там просить за программиста или кого-то еще чтобы там где-то прописал добавил там накодил так далее это все могу сделать самостоятельно и по сути какие-то определенных сверхъестественных требований ко мне как вот человек который будет управлять сайт мне предъявляется ну да нужно все-таки там иметь дружить с головой и какие-то определенные представления работе с компьютером иметь чем они выше эти навыки этим чем лучше тем конечно будет правильно и здесь есть еще такая замечательная вкладка она называется администрирование кликнув на нее мы переходим в так называемую админку нашего интернет-магазина здесь у нас собственно говоря представлена бэк-офис вашего сайта все настройки все товары там почтовые различные уведомления настройки заказы настройки различных сервисов все это спрятано здесь и позволяет вам собственно вот этим всем управлять здесь сразу обращу внимание на право доступа то есть вы можете настроить таким образом чтобы там максимально права были там у одного нескольких человек то есть у админов там где которые занимаются разработкой поддержка этого сайта и также какие-то определенные права дать тем или иным сотрудникам вашей компании допустим если у вас есть менеджеры вы можете дать им которые там обрабатывают заказы на сайте вы можете дать им доступ только в раздел магазин и к разделу заказы чтобы они только видели эти заказы меняли какие-то определенные статусы что-то читали добавляли и так далее но к примеру чтобы они не имели возможности менять цену товара или еще что вот если речь идет там про контент менеджеров которые тоже вас могут быть отдельно заведены на вашем сайте тоже вы можете дать им определенные права чтобы они там добавляли статьи на вашем сайте что-то меняли, новости какие-нибудь редактировали, добавляли и так далее. То есть в целом политика безопасности достаточно гибкая и позволяет вам давать доступ определенным группам пользователей к определенным разделам и настройкам на вашем сайте. Ну и, соответственно, здесь у нас слева есть пункты меню. Как вы видите, они представлены такими достаточно большими кнопками, что очень хорошо сказывается при работе с планшетов. Не промажете, заходите, здесь все достаточно оптимизировано именно под работу на таких мобильных устройствах. Можно свернуть, если не позволяет разрешение экрана выводить всю информацию на весь рабочий стол. Можно таким образом развернуть. Есть возможность добавлять в избранные какие-то определенные, в принципе, любые разделы, которые у вас есть на сайте. Допустим, вы можете пульсконверсию взять и вот таким образом перенести в избранное. Или, допустим, раздел заказа. И вы просто заходите на рабочий стол, и у вас вот здесь вот в поле избранное всегда будут вот эти вот ссылки с любым разделом, который есть в админке, любой страницей непосредственно здесь в прямом доступе. Я могу сюда кликнуть и перейти в раздел заказа. Здесь чуть попозже остановимся. Итак, что у нас слева? Слева, по сути, собраны те возможности, которые будут в вашей редакции. Ну, раздел контента, он есть везде, во всех редакциях. Это, по сути, вся структура и все содержимое вашего сайта. Здесь вы настраиваете, каким образом будут выглядеть новости, что в них будет включено. Дата, анонс, будет ли там указан автор этой новости с возможностью поиска еще и по авторам и так далее и тому подобное. Вы будете сюда добавлять свойства для каталога товаров, какие свойства будут использоваться в поиске, какие там фильтры и так далее и тому подобное. Ну, в общем, все основные такие инструменты, они представлены здесь. Ну, и также здесь у вас будет возможность делать импорт из внешних источников, к примеру, из какого-нибудь стороннего файла в формате XML или CSV, допустим, какой-то прайс. Вы сможете как раз из внешних источников сюда загрузить, и он отобразится, допустим, в вашем каталоге. Интеграция с 1С, она в несколько другом месте находится. Я об этом попозже подскажу. Ну, то есть какие-то такие, ну, это в основном технические настройки, связанные с содержимым вашего сайта, они производятся в разделе «Контент». Дальше у нас есть раздел «Маркетинг», который в себе собирает различные инструменты по рекламе вашего сайта, различными инструментами рекламными для вашего интернет-магазина. «Емейл-маркетинг», различные рассылки, баннерная реклама, когда вы на своем сайте размещаете определенные баннеры, вешаете на них определенные какие-нибудь рекламные кампании, да, и отслеживаете потом эффективность кликов, переходов, достижения целей тех или иных рекламных кампаний. Возможность проводить АБ-тестирование и другое. Ну, пробежимся попозже на этом в том числе. Раздел «Магазин». Здесь собрано все, что касается работы вашего интернет-магазина. Начиная от, опять же, создания вообще самого каталога, с его структурой, создания разделов, подразделов, свойств, фильтров, добавления тех же товаров. И заканчивая заказами, настройками, управлением скидками, на вашем сайте, работа с покупателями, ну и настройка, в том числе и даже интеграция с 1С. Там это достаточно просто со стороны Bittrex настраиваться, там, наверное, основные настройки будут идти на стороне 1С. Здесь вы указываете адрес, куда, чего, как выгружается, какие свойства и так далее. Идем дальше. Раздел «Сервисы». Здесь, опять же, те сервисы, которые будут входить в вашу редакцию. У меня здесь редакция «Бизнес», поэтому здесь по максимуму. Различные опросы, которые вы можете проводить на вашем сайте. Веб-форумы, чтобы клиент оставлял какую-нибудь заявку, и вы потом по итогам этой заявки связывались с ним и отправляли ему какое-нибудь коммерческое предложение. Модуль технической поддержки, который позволяет вам на вашем сайте оказывать техническую поддержку, чтобы люди писали на сайте, создавали какие-то обращения, вы на эти обращения отвечали непосредственно на сайте. Различные форумы, настройка почты, мобильного приложения и много-много другое. Раздел «Аналитика». Здесь у нас в основном статистика вашего сайта, кто откуда пришел, с каких устройств, сводки по посещаемости, плюс настройка различных рекламных кампаний, в том числе связанных с теми же баннерами и так далее. В дальнейшем вы сможете отслеживать эффективность тех или иных кампаний, которые вы проводите. Раздел «Маркетплейс». Здесь у нас, во-первых, информация об обновлении самой платформы, установление всяких обновлений, которые выходят, ну и плюс каталог решений из «Маркетплейса», то есть из каталога готовых решений, там их порядка двух с половиной тысяч, это и готовые интернет-магазины с готовыми шаблонами, и различные модули, и компоненты, которые позволяют расширять функционал вашего сайта. И раздел «Настройки». Здесь, соответственно, собраны настройки по всему вашему сайту, но сюда лучше, конечно, залежать в том случае, если вы понимаете уже, что такое «Битрикс», прошли какой-нибудь, прочитали какой-нибудь курс бесплатный на нашем сайте, потому что здесь уже такие настройки, которые могут повлиять на производительность, на работоспособность вашего сайта. Это настройки пользователей, политик безопасности, это настройка защиты вашего сайта, там сканер безопасности, там различные антивирусы, внутренние фаерволы, это настройки самого продукта и всех его модулей, добавление новых сайтов, настройки почтовых уведомлений, то есть тех писем, которые будут приходить вашим клиентам, когда они будут выполнять то или иное действие, там купили какой-нибудь продукт, вы там отправляете им какое-нибудь письмо. Все вот эти вот вещи, они будут настраиваться непосредственно здесь. Ну вот, ну здесь уже в основном работают те, кто с платформой более-менее знаком. Ну, вернемся сюда чуть попозже. Сейчас бы я хотел перейти на публичную часть и сначала все-таки познакомить вас с теми сценариями, по которым ваши клиенты будут работать на, будут покупать, искать товары на вашем сайте. Так. Несколько вопросов тут. Это у вас сайт типовой, с коробки. Да, это то, что вот входит в редакцию «Малый бизнес» и «Бизнес по умолчанию», и, собственно говоря, при установке оно вот будет выглядеть именно таким образом. Вертикального меню на сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, нет. То есть у нас сейчас представлен только вот такой вот горизонтальный, и там есть различные вариации просто по цветовой гамме. Если, ну, я сразу скажу, что, в принципе, это не единственный вариант, который может быть. «Битрикс» никаким образом не ограничивает вас в плане шаблона, дизайна вашего сайта, интернет-магазина. То есть вообще никаких ограничений нет. Это может быть абсолютно любой на ваше усмотрение. Вот просто типовой идет, подготовленный нами, идет вот в таком виде. Вы можете использовать его, доработать его под свои какие-то требования. Вы можете абсолютно с нуля нарисовать свой собственный шаблон, свой собственный дизайн, сверстать его и внедрить его в «Битрикс». Это не составит какого-либо труда. Это стандартная процедура. Либо же вы можете выбрать готовый один из где-то нескольких сотен готовых шаблонов под вашу, допустим, тематику из маркетплейса. Но об этом в том числе будет Сергей рассказывать во второй части вебинара. Вот. Это, собственно говоря, типовой шаблон. Так. Сергей еще спрашивает, установка сразу на хостинг или можно сначала на локалке? Можно локально, на своем компьютере, на сервере в своем внутреннем, потом перенести на хостинг без проблем. Делаете, то есть настраиваете все, делаете все, что вам нужно, локально все там тестируете, делаете бэкап, и потом этот бэкап очень легко разворачивается на хостинге. С помощью специальных инструментов они в админке вам будут доступны. Михаил спрашивает, просьба показать настройку адаптивности. Михаил, к сожалению, у меня этого не получится сделать. Это не настройка адаптивности, это такая верстка. Все тут, в принципе, реализовано на бутстрайпе, поэтому настроек, галочек каких-то нету. Просто таким вот образом верстальщик сверстал данный шаблон, и он теперь вот такой вот резиновый, адаптивный, каких-то дополнительных настроек, такого ничего нет. Ну, соответственно, дизайнер нарисовал несколько вариантов отображения, верстальщик сверстал, и теперь такой дизайн вот под любое разрешение. Итак, вернемся к покупателю. Вот зашел человек на ваш сайт, и у него есть несколько вариантов. Ну, если же он не перешел из Яндекс.Маркета, допустим, сразу в карточку товара. Вот он зашел на главную страницу, и он может поискать. Может взять там что-то из трендов сезона, то, что у вас на главной странице размещено, или же может заняться поиском с помощью меню. В меню есть категории, подкатегории, подподкатегории. К каждой из этих категорий вы можете привязать картинку, но, опять же, это удобно для клиентов. Они могут сразу увидеть, что там представлено, особенно если говорить про мебель. Много различных своеобразных названий, которые не всем, скажем так, понятны. И если показать в каждой категории какое-то краткое описание, как здесь, какую-то определенную картинку, то клиент станет проще, он быстрее поймет, что ему нужно, и перейдет в нужную категорию. Таким образом я просто кликаю сюда и перехожу в раздел «Тапочки». В любой из категорий я вижу набор товаров. Ну, опять же, здесь дизайн такой, что при наведении мне показываются еще определенные свойства. Это цвет, размер одежды. Я тут же, не переходя в карточку, могу положить товар в корзину. Не самый частый случай, но такое тоже очень часто практикуется в различных интернет-магазинах. Когда вы приходите, покупаете нужную вам какую-то вещь определенную, которую вы уже до этого покупали, вам какое-то там изучение товара не требуется. Ну, допустим, какие-нибудь аксессуары, опять же. Зашел, накидал себе нужное количество, цену срут, тут же увидел и положил вот эти 6 штук от этого полосатого рейса непосредственно в корзину. Если мне необходимо выбрать какой-то определенный цвет или размер, это также непосредственно вот здесь вот делаю. И вижу уже название артикула, оно будет меняться в зависимости от этих свойств. И в том числе вы можете также менять даже и цену в зависимости от набора тех или иных свойств. Если же я вижу, что в этом каталоге огромное количество товаров, и мне нужно подобрать под определенные мои характеристики, я как покупатель воспользуюсь фильтром. К фильтрам мы уже, на самом деле, во многих интернет-магазинах привыкли. Это очень удобно, особенно удобно, когда фильтр вам показывает, сколько вверху товаров есть под заданной характеристикой или когда он убирает какие-то взаимоисключающиеся характеристики. Что это такое? Ну, допустим, вы можете, во-первых, сформировать нужные вам критерии по цене. То есть вы не готовы, допустим, больше 2000 заплатить. Я делаю это паузунком, и у меня система показывает, что выбрано две позиции в такую цену. Если меня, допустим, какой-то определенный цвет интересует, я тут вижу, что за эту цену розового цвета и неопределенного цвета нет. То есть они тут же помечены, а это даже не розовый, а красный и белый. Они в эту цену не входят. Я могу выбрать, допустим, трикотаж, тоже какие-то определенные цвета тут же отпали. Они помечены здесь крестиком или просто выделяются серым цветом, и мы видим, что они недоступны для последующего заказа. Выхожу, выбираю нужные мне какие-то дополнительные характеристики, и нажимаю кнопочку «Показать». И вот указаны те разделы, которые... Сейчас, минуточку. Прошу прощения, техническая заминка. Итак, вот показаны те штаны, которые я выбрал по своим определенным характеристикам. Это очень удобно, особенно, когда каталог огромный. Причем этот фильтр, его производительность быстродействует, но не зависит от количества товаров. То есть их может быть 10 или 100, или 10-100 тысяч. Так, быстро фильтрует все вот эти свойства, которые здесь в этом фильтре указываются, вы сами настраиваете. То есть вы прямо, когда заводите каталог, вы говорите, что вот эти свойства будут участвовать в этом фильтре. Вот эти не будут участвовать и так далее. Таким образом, предлагайте клиенту искать по каким-то определенным свойствам. Ну, допустим, опять же таки, у товара может быть гарантия, но она у вас, к примеру, у всех стандартная. Один год. И нет смысла. То есть это свойство, оно как бы нужно, его показать в самой карточке товара. Но выводить его, допустим, в фильтре нет необходимости. Потому что вы знаете, что этот критерий, он не важен для ваших покупателей. И, соответственно, вы таким образом настраиваете именно то, как это будет выглядеть. Опять же таки, для каждой из категорий или подкатегорий параметры могут быть разные. Потому что, согласитесь, опять же, такие штаны и, допустим, обувь – это абсолютно разные товары. У них даже разные размеры. Есть размер одежды. Здесь, соответственно, размер показывается обуви. У них тоже разные, как это, ну, в общем, разные размеры, получается. Если говорить о бытовой технике, это тоже холодильник и пылесос. Все относится к бытовой технике, но он находится в разной категории. Соответственно, у них абсолютно разные свойства. Это уже мебель. Есть стулья, есть мягкая мебель, есть шкафы и так далее. Товары абсолютно разные. И свойства, параметры, они будут, конечно же, абсолютно разные также. И таким образом клиент будет в каждой категории искать нужный ему товар по тем категориям, которые присущи именно этому товару. Это очень удобно. Обязательно этим пользуйтесь, если на вашем сайте товаров больше 20, допустим, штук. То есть, если действительно большой ассортимент. Очень часто встречаю проблему с выбором, с поиском товаров, когда на сайте просто используется такой каталогизатор, но не фильтра, вот такого ничего, помогающего клиенту выбрать, нет. Это затрудняет выбор, затрудняет поиск и очень часто приводит к тому, что клиент просто уходит на другой сайт. Так, вопрос такой вот от Максима. Где настраивается внешний вид фильтра? Ну, если вы имеете в виду дизайн, то здесь стандартный шаблон. То есть, если вас не устраивает этот шаблон, вы просто навсего рисуете свой и верстаете его, да, и просто заменяете этот шаблон. Это вопрос уже, по сути, к разработчикам, кто будет заниматься установкой, настройкой этого сайта. То есть, просто так вот заменить дизайн, там, шрифты, как-то, я не знаю, сделать еще по-другому немножко. Так вот просто настройками не получится, вы можете менять, конечно же, местами вот эти все параметры, выбирать, как будет выглядеть там цвет, галочками, таким образом. То есть, мы, в принципе, по максимуму вывели, да, какие возможности есть, там, ползунки, вот таким вот образом, в виде картинок или в виде вот таких вот чекбоксов. Вот, это на ваше уже усмотрение, как вы будете выводить то или иное свойство. Но вот именно если говорить про дизайн, то это уже вопрос дизайнеру, чтобы он нарисовал, верстальчик сверстал, и вы просто потом интегрируете этот шаблон в этот фильтр. Итак, это один из вариантов. Еще есть вариант, когда у вас действительно огромное количество товаров на сайте, и их сложно искать нужные даже вам, в том числе по фильтру. И, к примеру, вы знаете название этого товара, ну, непонятно, где он там располагается. Вы таким образом можете, ну, вы знаете название, вы таким образом можете найти этот товар с помощью поиска. Допустим, мне нужны какие-нибудь штаны. Я знаю, что штаны называются рейс. Есть вот это поле поиска, оно доступно всегда и везде, даже на мобильном устройстве. То есть вы можете просто вводить туда ключевое слово, и система тут же сканирует по всему каталогу, индексирует все товары и, соответственно, показывает вам картинку и название этого товара. И вам не нужно нажимать там поиск, да, переходить к странице результатов, вы можете тут же перейти на этот полосатый рейс и уже непосредственно купить его. То есть, если вы знаете там название какого-нибудь стула определенного, если говорить там про бытовую технику, там, купили, нужно вам фотоаппарат, там, Canon 500D. Вы заходите, просто вбиваете эту модель, и она тут же вам вываливается, да, если на этом сайте она есть. Вы переходите и покупаете ее. Это экономит очень сильно время и позволяет клиентам быстро найти нужный товар. Ну, причем можно искать чего угодно, то есть это могут быть категории, как вот здесь, это могут быть товары. Вы можете сюда добавлять все что угодно, какое-то краткое описание, это все возможно. Или, допустим, добавить кнопку на, добавить корзину или цену показывать и так далее. Это все-таки каких-то особых проблем также не составит. Это уже на ваше усмотрение, вы можете шаблон, фильтры также по своему желанию настроить, изменить. И сейчас, если даже человек ошибается в раскладке, вот я пишу опять те же штаны, только в раскладке, соответственно, не переключив язык, вот у меня на английский установлен, то система также допонимает и показывает вам нужный товар. Допустим, есть у нас там частота, женская частота, мужская частота, ночь. Пожалуйста, перехожу непосредственно в карточку этого товара. Что у нас есть в карточке? Какая информация? Ну, во-первых, продавать вы можете действительно любой товар с любыми свойствами. То есть это могут быть и цвета, и все что угодно. Это может быть даже привязка к карте. То есть, если, к примеру, вы там продаете какие-нибудь, я не знаю, участки на сайте, да, вы можете прямо на карте отметить, где этот участок расположен. И клиент, зайдя в карточку товара, увидит, да, прямо на карте, где все, как подъехать и так далее. То есть делаете, интегрируете, допустим, с Яндексом или с Гуглом. Это все в коробке, да, это все прямо по умолчанию можно настроить, и клиент может посмотреть, где это располагается. Свойство может быть какой-нибудь файл, то есть вы можете приложить сюда инструкцию по сборке, допустим. Это часто очень встречается в какой-нибудь спортивной мебели, когда вы там покупаете какой-нибудь спортивный комплекс. И тут же в карточке товара висит какая-нибудь PDF-ка с возможностью это скачать, да, распечатать и там по этой же инструкции собрать эту конструкцию. Сюда можно прикрепить видео тоже, там, видео по сборке, по тому, как это работает, выглядит и так далее. Мебели тоже очень часто встречаются в интернет-магазинах, в том числе спортивной какой-нибудь мебели. Ну и плюс различные дополнительные свойства, такие как цвет, размер и многое другое. Это у нас тоже очень хорошо развито, причем это вы все можете интегрировать с 1С, если у вас она там заведена и там заведен товар, и выгрузить непосредственно вот с этими же свойствами на сайт. Свойства могут быть взаимозависимыми, в том числе и влиять еще на цену. Это называется SQ или торговые предложения. Очень часто встречается в том числе в интернет-магазинах одежды, в интернет-магазинах шины дисков, когда вы, выбирая определенный цвет или размер, можете получить ту или иную стоимость. Ну, допустим, в тех же шинах, выбирая какой-нибудь тип размер, ширина, высота, диаметр, я получаю всегда разную цену. Шины, от минимальной до максимальной. Это все достаточно легко настраивается, в том числе поддерживается, как я уже говорил, выгрузка из 1С и позволяет вам предоставить клиенту эдакий конструктор, с помощью которого он сможет самостоятельно собрать нужную ему модель. И это в том числе можно применять для мебели, если подойти хорошо и предложить клиенту выбрать. То есть, если у вас есть различные варианты того же дивана какого-нибудь, есть определенный, допустим, каркас, он типовой. Вы можете предложить клиенту выбрать, допустим, цвет обивки, материал обивки и какие-нибудь еще дополнительные опции. К примеру, там, не знаю, головой, там, дополнительные подушки и так далее. И клиент, выбирая вот так вот мышкой, допустим, не цвет, а если это будет материал, выбирая таким вот образом, будет получать различные цены на этот товар. И положит в корзину уже нужный товар с нужными свойствами и характеристиками. И нажмет кнопочку «Купить». И вы это увидите, опять же таки, в его заказе. Нажмем сейчас «Купить» и вернемся назад. Помимо этого, в карточке, вот как это все настраивается, я сейчас покажу. Хочу еще просто немножко показать по карточке. К карточке вы, к каждому из этих свойств, можете привязать свое изображение. Опять же таки, чтобы клиент не включал свое воображение, не придумал, как это будет выглядеть в том или ином цвете. Выбираете цвет, размер, фасон. И к каждому из этих свойств вы можете привязать неограниченное количество фотографий. Ну, как мы здесь это и наблюдаем. Далее можно привязать различные, ну, какие-нибудь свойства, там, общие, например, для той или иной категории, название компании. То есть это бренд, там, информация по доставке, по примерке, по сборке и так далее и тому подобное. То есть чтобы сразу в карточке эта информация была видна вашему клиенту. Чтобы он не рыскал по всему сайту в поисках, сколько там стоит доставка, сколько стоит сборка и так далее. Это все можно непосредственно здесь, прямо прилепить в карточку, чтобы это было на виду. Дальше идет описание. Еще, если вы торгуете, допустим, теми же стульями, а не сборкой под заказ, вы здесь можете указать остатки. Если у вас есть склад и у вас ведется там соответствующий учет. Если у вас есть несколько складов, несколько точек самовывоза, вы можете все их здесь указать и показывать клиенту самую актуальную информацию по вот этим вот остаткам. Ну и дальше у нас есть блок еще персональной рекомендации. Система подсказывает, что, к примеру, покупали с этим товаром, что там система сама на основе подъемных данных рекомендует этому клиенту купить в том числе вот с этим товаром. Вот. Нажимаем купить. Ну, соответственно, в корзине у меня уже есть две позиции. Шесть штук полосатого рейса. Фиолетового XS и есть еще шесть штук синий M. Давайте еще какой-нибудь другой товар добавим. Вот у нас такие есть позиции. Я что-то, если в чем-то сомнимаюсь, сейчас могу отложить. Это будет у меня, здесь вот специальные кнопки, называются отложенные, лежать и в дальнейшем я потом могу зайти в свой кабинет и купить этот товар. Вот выбираю здесь, могу передумать, могу выбрать зеленый, допустим, S непосредственно в корзине. Если у меня есть какой-нибудь товар, который на нашем сайте участвует в акции, вот у меня тут есть акция на нижнее белье, то у меня здесь будет указано, что вот этот товар я покупаю с акцией. И здесь будет указана та цена, которая была до этого, да, и которая, соответственно, сейчас. Сейчас я могу купить, и, соответственно, здесь товар, НДС, вся эта информация отображается. Ну, если у вас там НДС в товаре указан, то клиент сможет это в том числе увидеть. Ну, в большинстве случаев это, наверное, актуально при покупке от поставщика, не знаю, для B2B. Ну, редко обычно там клиент, который покупает какой-то бытовой товар, обращает внимание на НДС. Ну, то в любом случае такая возможность его выводить у вас есть. Дальше. Вы можете выбрать и плательщика, да также настраиваться. То есть, если вы работаете с визлицами и с юрлицами, вы для каждого из них можете настроить свои платежные поля и свои там данные, которые необходимо будет заполнить, чтобы оформить заказ. Ну, допустим, я как физлицо, я вот указываю, ну, здесь вот указаны по умолчанию все поля обязательные, можно тоже там определенные ограничения не вносить, чтобы там только имя, там e-mail, чтобы сформировался заказ, или там телефон указывать. Указываем адрес. Куда доставить. Выбираем платежную систему. Платежная система огромное количество. Вы можете использовать как электронные способы, так и просто, например, там оплата наличными курьерами, там или по безналу. Это все настраивается в админке, стараясь тоже успеть показать. Выбираем наличными курьерами. Вот, наличными курьерами у нас два варианта доставки. У нас всего два варианта доставки. Это доставка курьером 500 рублей или самовылаз 0 рублей. То есть это также будет влиять на стоимость заказа. Ну, выбираем доставку курьера. Все, еще раз проверяем. Здесь у нас добавляется это поле. Итоговая сумма с учетом доставки. Можно оставить комментарий к заказу, который увидит менеджер. К примеру, доставка в среду с 10 до 13, допустим. И оформляем заказ. Заказ оформил. Ну, оплата у нас здесь указана. Ну, и в дальнейшем я в личном кабинете смогу все свои заказы здесь вот таким вот образом отслеживать. Ну, и, конечно же, мне будут приходить различные почтовые уведомления. Вы можете подключать смс-шлюзы, чтобы вам на телефон еще смс-ка приходилось с подтверждением заказа. И так далее, и тому подобное. В какой-то момент я могу отменить заказ, если мне вдруг что-то там передумалось, нашел где-то дешевле и так далее. Я могу, в случае чего, к примеру, я у вас регулярно что-то закупаю, я ваш дилер, чтобы мне, ну, допустим, я покупаю там регулярно какую-нибудь фурнитуру или еще что-нибудь, чтобы мне не делать каждый раз там ненужные действия, не бегать по всему магазину, класть все товар. Я могу просто зайти какой-нибудь в предыдущий заказ, нажать кнопочку «Повторить». Все вот это, что я заказывал, вернется, ну, не вернется, а добавится заново в корзину и оформляем новый заказ. И пошло, поехало. Статусы, которые в том числе меняются в зависимости от статуса. Меняется цвет в зависимости от статуса. Вся информация здесь отображена. Ну, таким вот образом клиент сделал заказ и теперь он у вас в админке появился. Заходим в раздел в админке, называется он раздел «Магазин». И здесь у нас собраны все с вами заказы. Заказы. Вот в 11.46 покупатель Денис Донченко принят. Штаны полосатый рейс, тапочки и морская волна. Я могу зайти в карточку этого заказа, посмотреть статус, посмотреть, что за логин, тип плательщика выбранной, контактная информация, какие способы доставки и оплаты выбраны. Есть ли какие-то проблемы с заказом, но в основном сюда попадает автоотбивка. Если, к примеру, человек попытался оплатить карточкой, не прошел платеж. Здесь будут показаны какие-то свойства, код ошибки от платежной системы и так далее. Комментарий, который покупатель оставляет, и комментарий менеджера. Это, по сути, комментарий для своих же. То есть, допустим, для курьера, для того, кто будет дальше обрабатывать этот заказ. То есть, клиент этот комментарий не увидит. Пишите там «опасный район», я не знаю, не ехать туда одному, или подарить еще какой-нибудь, захватить с собой какую-нибудь карточку со скидкой и так далее. Оставляйте комментарий для своих же, чтобы вы смогли следующему какую-нибудь информацию донести. Дальше состав заказа. Тоже с разбивкой по стоимости, доставкам и так далее. И еще здесь такая интересная штука. Блог «Предложите покупателю». Здесь у нас собраны, допустим, просмотренные. То есть, вы, как менеджер, ну, вообще в целом, магазин позволяет вам видеть все товары, которые клиент просматривал во время серфинга на вашем сайте. Таким образом, допустим, когда вы решаете позвонить этому клиенту, чтобы подтвердить заказ, нам подтвердить все данные и согласовать время доставки, нажимаете кнопочку «изменить заказ», дозваниваетесь и общаетесь с этим клиентом. По ходу беседы вы можете, ну, во-первых, изменить количество, если вдруг что-то там уговорили на побольше. Тут же изменилось. Вы можете, в принципе, поменять цену этого товара, да, если договорились о какой-то скидке. Ну, если у вас соответствующие права, конечно же, есть. Вы можете что-то там удалить, что-то изменить. Свойства, допустим, товара, там, выбрать другие цвета, другие размеры. Вы можете, если у вас есть какой-нибудь там специальный свой промокод, также применить его здесь и клиенту добавить какую-нибудь дополнительную скидку. Вы можете, опять же таки, общаясь с клиентом, сказать, что вот вы еще заходили на там тот или иной товар и положите вот его еще в корзину, допустим, я вам дам там дополнительную скидку. Или там сказать, что вот этот товар гораздо лучше, качественнее, там, производитель лучше, гарантия дольше и так далее, и так далее. То есть уговорить клиента купить этот товар и просто за него добавляете его в заказ. Тут автоматически идет пересчет, вы можете это все сохранить и... Так, чтобы количество убрал. Сохранить и у клиента эта вся информация также отобразится в его личном кабинете, в его заказе. Нажимаем «Сохранить» и все изменено. Ну и в дальнейшем, чтобы все это отслеживать, ведется история всех изменений. То есть чтобы вы видели, кто что зашел, кто что изменил. Если зашел клиент, что-то там поменял, редактировал свой заказ или изменил его, отменил и так далее, вся эта информация будет здесь. Пришли деньги, там пришла отбивка из 1С или из платежной системы, но это также вся информация будет занятена здесь. И вы в случае каких-то разбирательствах, каких-то непонятных ситуаций, сможете отследить все вот эти логи непосредственно в карточке товара. Ну и транзакции по заказыванию также будут отображены непосредственно здесь. Дальше. В целом, заказами работать можно с помощью преднастроенных таких вот фильтров, которые позволяют вам, зайдя на сайт, сразу же, допустим, кликнуть на «Приоритетные» и посмотреть все их, и начать обрабатывать непосредственно их в первую очередь. Если вы по какому принципу работаете. Курьер, к примеру, может использовать вкладку «Разрешенные к отправке». Ну, почему вы таким вот образом это складываете. Курьер заходит, кликает на «Разрешенные к отправке», смотрит, что за товары, идет на склад, собирает их и, соответственно, везет, отдает клиенту. Можно посмотреть оплаченные в этот день, допустим, и в какой-то там определенный период, чтобы провести какой-нибудь анализ подвисший. Тоже сдаете какое-то определенное условие, что, к примеру, оплачен, допустим, не оплачен. И вот дата изменения – раньше или позже какого-то определенного периода. Ну и смотрите какие-то подвисшие товары, подвисшие заказы, смотрите, почему, связываетесь с клиентом, уточняете, когда он оплатит, не оплатит, и там напоминаете ему о том, что через несколько недель, через несколько дней заказ аннулируется, товар там на складе зарезервирован, бла-бла-бла, скорее оплатите и так далее. Все это вы можете задать в этом фильтре и по этим фильтрам быстро и просто искать нужные вам товары. Фильтр задается практически по любым свойствам, которые есть в заказе в свойствах, в том числе в свойствах чуть ли не товара. И вот таким-то образом просто галочки ставите, заводите эти свойства непосредственно здесь, сохраняете этот фильтр, называете его каким-то образом, каким вам нужно, и в дальнейшем просто по вот этим вот пресетам ищите нужные вам заказы. Очень удобно и просто работать. Еще обратите внимание, есть для работы на, допустим, смартфоне, есть мобильное приложение, называется оно bitrix.admin, по-моему, его можно скачать в App Store для айфонов, айпадов или в Google Play. Подключаете свой интернет-магазин и прямо с мобильного телефона можете управлять всеми этими заказами, менять статус и смотреть в целом, что там вообще у вас происходит. Ну, то есть, также можете ставить курьеру, давать ему доступ к определенным заказам, определенным там статусам, и он с мобильного телефона сможет эти вот заказы уже обрабатывать. Так. Это у нас с вами заказы. На чем хотел бы еще остановить? Важно. Во-первых, я покажу, как работать в целом с карточкой товара вам, как человеку, который будет заниматься наполнением сайта. И дальше перейду к различным инструментам маркетинговым, в первую очередь, для повышения продаж. В публичной части. Очень удобно все управляется. Вот, допустим, если речь идет про товар, про интернет-магазин, который не интегрирован с 1С. Здесь просто обратите внимание, что если вы интегрируете, у вас есть 1С, у вас все товары там заведены, контрагенты заведены, то есть, в целом, ваши менеджеры работают в 1С, в этом случае сайт будет выступать в роли просто публичной площадки, где можно найти, посмотреть, поискать и в том числе добавить корзину, купить. Все работы, связанные с изменением свойств товара, с заданием каких-нибудь скидок, добавлением нового товара, изменением, снятием с продаж, будут производиться, точнее, должны, вот этот хороший сценарий, должны производиться в 1С. Вы просто настраиваете интеграцию в режим реального времени, вы в 1С что-то меняете, меняете цену, меняете свойства, добавляете новые товары, и этот товар тут же отображается у вас на сайте. На сайте в эти настройки вы в этом случае не лезете, потому что это просто будет излишне, нет смысла менять одно и то же в двух разных местах. Это будет все сделано автоматически. Если мы говорим о том, что в той ситуации, когда у вас нет на сегодня 1С, и вы всю свою структуру сайта, весь товар держите непосредственно на сайте и управлять этим товаром будет также на сайте. Есть замечательный режим, называется режим правки. Включив его, я теперь ввожу по всему сайту, могу кликнуть в какую-нибудь область и поменять, допустим, режим работы, ну какой-нибудь там текстовый раздел. Все достаточно быстро и просто. Ну и то же самое касается управления товарами. Я навожу на нужный мне товар, то есть захожу в карточку вот этого полосатого рейса и хочу его изменить. Допустим, хочу сделать, чтобы цена зависела от цвета или размера. Открывается карточка. Обратите внимание, что настроить внешний вид этой карточки вы можете без каких-либо проблем. Например, в админке есть настройка, как это будет выглядеть. Будет у вас это по вкладкам или это будет на единой страничке все отображено. Что будет находиться в каждой из этих вкладок, как будет там та или иная вкладка называться или в каком она порядке будет расположена, показывать ту или иную вкладку или не показывать. Все это вы вот визуально можете для своих, допустим, менеджеров, которые будут работать с товарами, настроить. Это все на начальном этапе делается, когда сайт настраивается, готовится к публикации. Здесь просто выведено по максимуму, чтобы показать, опять же, функционал. У товара есть название, есть символьный код, который вот здесь в браузере отображается. Вы можете в целом, если у вас кириллический домен, все вот эти вот названия каталога, разделы, подразделы вести на кириллице. То есть писать прям русским языком, да, не делать вот эту транслитерацию. Без проблем, мы все это дело поддерживаем. Если у вас товар, допустим, какой-то сезонный, и через какое-то время вы должны снять его с публикации, вы можете задать здесь финал, то есть какой-то определенный день, когда вот 12.00, 3.21 числа, товар просто навсего автоматически снимется с публикации. Или, наоборот, нужно включить начало активности. Допустим, настроили какую-нибудь специальную, собрали спецкомплект, который у вас там с 1 августа запустится, и до 31 августа у вас будет продаваться только вот эта вот комплектация. Задаете, настраиваете эту комплектацию и говорите, что начало активности, там, 1 августа, там, просто можно время убрать, просто в 0.1 оно автоматически запустится, и клиенты смогут это все купить. Настраиваете заголовки для браузера, бренд указываете, вот все вот эти блоки, которые там отображаются, вот здесь вот все вот это вот можно указать. Можно поставить новинка, лидер продаж, спецпредложение, тоже будет автоматически отображаться в карточке товара. Материал, цвет. Если вы с этим товаром что-то рекомендуете, допустим, хотите задать какие-то аксессуары дополнительные, вы также можете непосредственно здесь это указать. Дальше. Описание анонса. Но анонс не используется. Подробно, задаете описание. Можно с помощью HTML, можно с помощью визуального редактора, кому как удобнее. Да, если к нам привыкли, с помощью тегов, пожалуйста. Это все вот здесь вот настраивается. Дальше SEO. Тоже можете прописать различные SEO слова, заголовки для данной карточки. Если у вас директ, вы рекламируетесь в директе, можно прямо отсюда, прямо с карточки товара, подать объявление вот с этим товаром. Задать рекламную кампанию, задать минимальную цену клика и так далее и тому подобное. И прямо всем директом управлять непосредственно из карточки товара. Но, к сожалению, показать это не получится. Нужно будет авторизоваться с действующей рекламной кампанией в директе. Где разделы, в каких разделах этот товар расположен. Ну, в данном случае, в штанах. И настраивать торговые предложения. Это то, что, помните, я говорил. Вот этот вот цвет, размер и связанная с ним стоимость. Ну, допустим, здесь не вывезено. Фиолетовый XL. Фиолетовый XL у вас плохо продается. Поэтому мы переходим в торговый каталог. Говорим, что здесь будет стоить не 1990 рублей, а просто 999 рублей. Нажимаем кнопочку «Сохранить». И теперь у нас все товары стоят 2000 рублей, а вот XL у нас фиолетовый стоит 999 рублей. Таким образом, вы можете сформировать собственную структуру. И, собственно говоря, конструктор. Который позволит вашим клиентам выбрать нужный цвет, нужный размер. И, исходя из этого, проставится определенная цена. Такие торговые предложения вы можете самостоятельно генерировать. Допустим, есть у вас стулья. И они все могут быть сделаны с обивкой кожи и, допустим, замши. То есть вам, в принципе, без разницы, какой стул, чем оббить. У вас огромное количество того и того материала. Ну, я образно говорю, не претендую на то, что это именно так и есть. Вот у вас есть стулья, да, и вы можете ее бить хоть кожей, хоть замши. И цена у вас просто будет зависеть от, собственно говоря, материала. И плюс у вас есть огромное количество цветовых различных гамм. Вы можете нажать «Генерировать торговые предложения». И, собственно говоря, здесь выбрать вместо цвета, ну или цвет, да, выбираете. И выбираете, не размер, у вас будет здесь материал. Кожа или замша. И вы говорите, что вот у меня есть кожа и замша, и я могу вот все это, и кожу, и замшу, сделать и фиолетовым, и коричневым, и морской волной. Нажимаете кнопочку «Генерировать», и у вас сгенерируются все вот эти вот торговые предложения, и клиент сможет это все настроить. Ну и дальше каждому из этих торговых предложений вы уже задаете ту или иную цену, чтобы клиент смог посмотреть, да, где она, каким образом отличается, и сформировать свое свойство. То есть захожу сюда, могу здесь выбрать коричневый, Excel, и задать определенную цену. Ну, я надеюсь, это звучит, скажем так, понятно. Вот, ну тут лучше даже, на самом деле, поставить демку и просто попробовать поиграть с этим. На самом деле там ничего такого сложного нету. Ну, может быть, просто на первый взгляд кажется немножко запутанным. Ну, бывает просто сложно объяснить какие-то такие вот технические термины, технические вариации. Ну, в целом, ничто не мешает вам создать свое собственное торговое предложение с определенным свойством, с определенными характеристиками, и клиент будет выбирать уже из готовых наборов, и из этих готовых наборов формировать свою собственную позицию, свой собственный комплект. Вот, это все здесь настраивается, выводится на ваше усмотрение. Итак, теперь перейдем к некоторым маркетинговым инструментам, и дальше я уже передам слово Сергею. Я думаю, он там еще тоже много чего интересного расскажет в плане создания сайтов и управления магазином. Есть раздел «Маркетинг». Он буквально пару месяцев назад появился. Здесь мы теперь собираем все различные инструменты по маркетингу, по рекламе из интересных. На чем хотелось бы заострить ваше внимание, это различные инструменты для аналитики, аналитики вашего сайта. Это пульс конверсии, здесь по сути статистика, которая показывает конверсию, ну здесь такое, считается, скажем так, в лоб, количество посетителей, зашедших вам на сайт в определенный период, здесь вот этот период выбираете, и количество заказов сделано за этот же период. Здесь демо-версия, в демо-версии уже просто что-то где-то нагнали, 603 посетителя, ну и, собственно говоря, показано, что из 603 посетителей оплатили три человека, сделано было три заказа на эту сумму, соответственно, конверсия у нас 0,5%. Заказов было оформлено, ну, в общем, было всего заказов сделано за этот период 5, соответственно, конверсия по оформлению заказов такая. И, если говорить про добавление корзин в количество товаров, то конверсия такая. Ну и, соответственно, ваша задача, вот эту конверсию, самую главную, которая связана с деньгами, уже непосредственно с оплатой, увеличивать. Ну и инструментов для этого предостаточно. Дальше вы можете также посмотреть, откуда вообще все это бралось, кто к вам заходит с каких устройств. Здесь мы видим, что с планшетов никто не зашел, с смартфонов никто не зашел, двое зашли с десктопа, и, соответственно, все остальные это что-то прочее, ну, что-то неопределенное. Ну, в демо-версии там, видимо, нет возможности задать, откуда кто зашел. Ну и дальше уже смотрите, настраивайте. Есть бизнес-модель интернет-магазина. Это такой, как бы, конструктор, помощник. Он вам просто показывает, опять же таки, ну, в целом, ваш доход, количество переходов, конверсию, ну, в таком вот виде, в виде воронки. И вы можете, в том числе, спрогнозировать. Если вы, допустим, в прошлом месяце потратили там 10 рублей на бюджет, и был определенный расклад, то вы можете в этом плане, допустим, сказать, что вот в этом месяце я потрачу 20 тысяч рублей, и какой у меня будет, цена за переход будет, там останется прежней. И какой у меня будет конверсия. Или там средний чек, цена заказа. Такая-то, такая-то. И, собственно говоря, настраиваете, видите всю вот эту вот картину. Играете с этими цифрами, смотрите, потому что не всегда увеличение рекламного бюджета в два раза приводит к увеличению конверсии, или там прибыли. Также в два раза. Есть различные факторы, которые влияют на это, и вы эти факторы сможете непосредственно здесь вот оценить, посмотреть, ну, то есть поиграть вот с этими факторами, с их значениями. Ну, такой конструктор, опять же, таки помощник для начинающих интернет-магазинов, чтобы быстро вот оценивать, как вообще работает все, как строится конверсия сайта и так далее. Здесь есть краткое описание, каким образом это все считается, ну, и вы с этим конструктором сможете поиграть, понастраивать его. E-mail-маркетинг. E-mail-маркетинг замечательная штука, которая позволяет вам делать рассылки по вашим клиентам. Создавать выпуски и делать рассылки. Выбираете группы. Ну, да, создаете рассылки, я там до конца не пойду. Мастеры там нужно будет почту настраивать. Выбираете группы. Группы пользователей на вашем сайте, которые вам интересно было бы проинформировать о том или ином событии, о том, ну, о чем-то. Да, о чем, на ваш взгляд, интересно было бы им почитать. Вы можете выбрать, допустим, из магазин покупателей. Всех покупателей на вашем сайте проинформировать. Или только подписчиков. Или определенных пользователей. Там все, которые вообще на вашем сайте есть, кто там зарегистрировался. Это могут быть веб-формы. Вы можете выбрать какую-нибудь веб-форму, у которой вам кто-то у вас на сайте есть, какая-нибудь веб-форма с предложениями. И вот всех, кто вам какие-то предложения в форму присылал с обязательным заполнением своего e-mail адреса, вы можете им всем сделать определенную рассылку с благодарностью и так далее. Настроить рассылку, настроить время, когда эта рассылка уйдет. Ну, соответственно, создать выпуск, добавить текст, какой-нибудь красивый, его там отредактировать, чтобы это все отображалось хорошо на любых устройствах, чтобы на телефоне это хорошо читалось. И отправить эту рассылку по какому-то определенному расписанию. И это вот называется модуль e-mail маркетинг. Обязательно им пользуйтесь. Он есть во всех магазинных редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». Есть еще тоже недавно появилась замечательная штука, может быть, немножко схожая по принципу, хотя, наверное, не очень схожая по принципу. Это называется «Триггерная рассылка». Это автоматические рассылки, которые идут с вашего сайта по какому-то определенному событию. Что такое триггер? Это, грубо говоря, событие с пусковой крючок, то есть по-разному переводится. Это когда на вашем сайте какое-то событие вдруг произошло, и автоматически сайт по этому событию делает рассылку вашему клиенту. Событий может быть любое количество, и они могут быть абсолютно разные. Вот здесь есть несколько примеров. Допустим, отмененный заказ, который вдруг работает, когда клиент что-то оформляет, сделал заказ, потом он жмет на кнопочку «Отменить заказ». Вот он все оформил, все хорошо было, но потом он по какой-то причине отменил заказ. Вы ему тут же автоматом шлете письмо, что нам очень жаль, что вы отменили его, давайте, может быть, мы вам предложим какую-нибудь дополнительную скидку, какое-нибудь условие и какой-нибудь купон предлагаете. Это все автоматически, вы можете настроить, в том числе генерацию таких купонов. Суть в том, чтобы не просто сделать эту рассылку, а довести эту рассылку, это действие до какого-то логического конца. А конец в данном случае вы задаете самостоятельно и это может быть, к примеру, переход на сайт или может быть покупка и все-таки оформление нового заказа и покупка оплаты. И вы можете настроить таким образом, что вот эти триггеры на рассылке будут долбить этого клиента до тех пор, они могут быть разные, они могут там с разным текстом вы задаете самостоятельно это, вот долбить его до тех пор, пока он не сделает какое-то определенное событие. Ну, либо там не проклянет, не напишется от вас, либо таки не сделает нужный заказ на вашем сайте. Здесь вот есть всякие вот хулиганства, когда там каждые 5, ну, какой-то 5 дней идет письмо, что там сделай заказ, сделай заказ, сделай заказ, с определенными мотивационными письмами, с определенным интервалом, да, и нацелен на то, чтобы там клиент все-таки уже сделал этот заказ, да, потому что вы ему предлагаете какие-нибудь там уже сногсшибательные условия, да, там дешевле не найти, и ему уже будет действительно выгодно сделать заказ на вашем сайте. Создаете такие триггеры, здесь у меня сломается на этапе настройки e-mail, потому что мне не настроен он. Настраиваете и потом отслеживаете. Там еще очень замечательно сделана статистика, показывает тоже, какое количество людей перешло, какое количество людей там дошло до логического завершения, и как бы тоже настраиваете, когда будет рассылка отключена для этого клиента, вот, когда она будет включена. Ну и опять же такие события, может быть тоже любое количество, допустим, пользователь зарегистрировался к вам на сайт, ну там ушел, вот его там миллион лет не было, да, вдруг он там через три месяца снова к вам на сайт зашел, авторизовался на вашем сайте, система это увидела, что вот этот зашел человек, которого три месяца, допустим, не было на этом сайте. Вы тут же можете написать письмо автоматически, да, что вот здравствуйте, здорово, у вас три месяца не было, и туда автоматом поставить, к примеру, три последние новости на вашем сайте, которые там появились у вас, или какие-нибудь новинки, которые тоже добавились не так давно. То есть вы настраиваете это автоматом через переменные, и можете вот таким образом делать удобные, понятные, нужные рассылки автоматом на определенные события на вашем. сайте. Ну, еще на чем остановлюсь, это оба тестирования. Тоже новая штука, которая позволяет вам протестировать какие-то определенные кнопки, или определенный порядок работы того или иного объекта на вашем сайте. Допустим, корзины. Вы можете там сомневаться, насколько, допустим, так, ну, что у нас здесь, страница корзины. Насколько, допустим, в корзине важно, не знаю, заведение e-mail, или добавление e-mail, или, допустим, расположение выбора способов доставки или оплаты, или какой-то там дизайн на белом или на черном фоне. Вот у вас там в компании могут спорить, кто-то там любит, что на черном фоне, кто-то любит на белом. И вот вы можете просто нарисовать два разных шаблона и запустить их в тест. Добавить сюда шаблон A и сюда шаблон B. И сказать, что пустить на новую страницу до 30% трафика. И после того, как вы, собственно говоря, запускаете это, на вашем сайте 30% посетителей, которые приходят к вам на сайт, будут отправлены на новый шаблон. И система будет потом отслеживать конверсию. Какой из... То есть будет сравнивать, опять же, с 30% вот этими. Какой из шаблонов наиболее правильный, наиболее интересный, правильный с точки зрения вышения конверсии. Вы можете запустить это на один день, на три дня или на ручной установке теста и потом сверить. Там будет прям отчет вам показан, что вот здесь вот этот вот шаблон, на нем конверсия 1%, на этом конверсия 0,5%. Ну, соответственно, выбираете тот шаблон, который показывал лучшие результаты. Ну и оставите, соответственно, на нем. Ну и так можно делать для чего угодно. Так можно же, допустим, делать при создании нового дизайна. то есть нарисовали новый дизайн с какими-то определенными новыми требованиями. Но дизайн, допустим, у вас, ну, прям очень сильно отличается от того, что было до этого. и вы боитесь спугнуть клиентов, что они могут, допустим, не понять этого там, или еще что-нибудь, что у нас настолько сильно отличается, что, ну, прям караул-караул, боитесь. Можете не бояться, запускаете, даете, допустим, туда там 10% трафика, смотрите, какой там вообще идет результат, как люди по этому сайту шаблону ходят, какая вообще реакция, да, там, насколько там конверсия лучше и так далее. Ну, причем конверсия, опять же, может считаться не только там покупкой товара, то есть это не обязательно для интернет-магазина, это, в принципе, может быть просто там для, не знаю, клика на ту или иную кнопку. Вот есть кнопка там регистрация на вашем сайте, и вот вы кнопку добавили красного цвета или кнопку добавили зеленого цвета. И хотите понять, какая кнопка, какой цвет лучше действует на покупателей с точки зрения видимости, впуждения к какому-то определенному действию. Задаете, настраиваете и запускаете такое вот тестирование на вашем сайте. Новая штука, обязательно пользуйтесь, делитесь вашими результатами, вот это вот очень интересная такая штука. И буквально несколько слов про маркетинг непосредственно в интернет-магазине который связан с предоставлением клиентам скидок. Тоже был такой вопрос, уже кто-то в комментариях задавал. Скидки есть. Для скидок вообще очень мощный функционал, который, во-первых, позволяет создавать скидки на какой-то определенный товар с определенными условиями. Допустим, скидка на товар. Вы можете задать скидку на назвать ее каким-то образом, выбрать интернет-магазин, у вас их может быть несколько, выбрать период активности, допустим, сейчас с 1 августа или с 1 сентября. Выбирайте с 1 сентября, ой, с 1 августа по 31 августа. Скидку в 20%. И дальше задаете условия. Говорите, чтобы все условия были выполнены. Или там, любое из условий было выполнено. Ну и условия, соответственно, такое. И говорите, хочу дать скидку в 20% на все товары от производителя такого-то. Выбираете этого производителя, если он у вас указан. Допустим, вы, или там, этот производитель в августе дает какую-то скидку на определенный товар, на 20%. И говорит вам, тоже вы на своем сайте, дайте на этот товар скидку такую-то. Вам не нужно по всем товарам ходить на сайте, давать эту скидку. Вы просто выбираете этого производителя и выставляете такое условие. Или, допустим, вы перестаете работать с этой компанией в принципе с этим поставщиком, потому что у них там снизилось качество, они уходят с российского рынка. Заводите, говорите, не 20%, а 50%, лишь бы склад освободить, потому что лежит, нужно новый закупать, и вот это больше продавать не будем, а вот это все распродаем. Или еще, допустим, тоже пример, когда также лето, скоро осень, вам нужно будет скоро закупать осеннюю коллекцию, потому что летняя коллекция уже заканчивается, да и в целом погода как-то не летняя, да, в этом году все покупают осеннюю коллекцию, неважно чего, товара какого-то определенного, и вы говорите, что я хочу распродать все, что у меня лежит на складе, больше 20 штук, и создаете эту скидку. И вот все, что у вас больше 20 штук, будет распродаваться с этой скидкой, можно там даже убрать этот интервал, до тех пор, пока количество не станет равное 19. или в этом случае 20. Если больше либо равно, то там до 19. Пока до 19 не останется, все это будет автоматически распродаваться на вашем сайте. Это может быть, не знаю, размер, часто там в одежде так, тоже какая-то летняя коллекция, все в размере, допустим, там XL или XS, там сам неходовой размер, будет распродаваться с каким-то определенным дисконтом. Задаете размер обуви, пошла распродажа. Можно выбрать конкретный раздел. Выбираете раздел, каталоги, одежда и, допустим, вся обувь. Выбираете раздел обувь со скидкой 20%. И так далее, подобные свойства. По сути, по всем свойствам товара, которые у него есть, вы можете отфильтровать и на это свойство дать ту или иную скидку на все товары черного цвета, все товары зеленого цвета и так далее. Это все будет автоматически применено и автоматически на вашем сайте включится соответствующая скидка. Есть определенные ограничения, вы можете это включить здесь, допустим, давать это определенным группам пользователей, партнерам, реселлерам или только золотым клиентам и так далее. Просто выбираете эту группу и только они смогут воспользоваться с этой скидкой. И также вы сможете делать эту скидку по мерам только если клиент в корзине купон вводит и система будет проверять, что этот купон на этот товар и если этот товар ввезет в корзине, значит применится автоматическая скидка. Купоны генерируются вот здесь. И есть еще другой сценарий, сценарий работы с корзиной. Когда клиент в корзине что-то делает выполнение какое-то определенное действие и вы по этому действию также можете предоставлять ему скидку. И, кстати говоря, можно даже делать не скидку, а наоборот наценку. Также настраивается период активности. Указываете действие «Изменить стоимость доставки или изменить стоимость товара в корзине». Скидку или наценку, допустим, скидку 10%. применяю к товарам, удовлетворяющим всем условиям. Ну и, соответственно, можно выбрать здесь условия. Это условия к товару. То же самое, что и вот у нас здесь было. То есть, вы можете это здесь задать, что типа вот если я положил в корзину цвет зеленый, то, пожалуйста, скидка такая применилась. И есть дополнительные условия именно на корзину. Допустим, количество товаров. Вот положил я одно, а вы сверху баннер повесьте, что типа добавь еще один товар и получишь скидку 10%. И говорит, что если больше либо равно двух, то вот скидка там 10%. Здесь просто хотел показать сразу, как это работает. То есть вот я в корзину, вот у меня новая скидка. Сейчас нету одна штука. положил два, хоп, 10%. Меняем не 10, а 15. Тут же идет пересчет. Вот прям здесь. Или какое-нибудь другое условие. Не знаю, вес товара. Ой, не туда. Надо, вот здесь вот. Сейчас. вес товара, количество товара. Это может быть, где-то у нас здесь был. Даже день недели. Можно поискать, допустим, по средам. Делайте различную распродажу по средам со скидкой 10%. Система приедет в корзину, ага, сегодня среда, значит, нужно предоставить такую соответствующую скидку. Если, к примеру, условия, вот день недели, платежная система выбрана какая-нибудь там безнал, оплата по безналу, какой-нибудь там Сбербанк, вы можете сделать не скидку, а наоборот наценку. 3%, которую вы там делаете за обналичивание. И, соответственно, в корзине, когда он будет уже выбирать, выберет эту платежную систему Сбер, у него, соответственно, цена изменится в плюс 3%. И таких условий по работе с корзиной также может быть большое множество. Настраивайте и делайте так, чтобы клиентам было удобнее у вас покупать, добавить какие-нибудь скидки, дополнительные правила и так далее. И еще интересная штука это накопительные скидки, это когда вы пощаете клиентов покупать больше. Создаете свою накопительную программу и говорите, что, допустим, в периоде расчета срок действия можно настроить и говорите, что если вы оплатили на сумму от 20 тысяч рублей, то скидка у вас будет 10%. Если ты оплатил от 30 тысяч рублей, то будет 15%. От 50 тысяч будет у тебя скидка 25% на все последующие заказы. Таким образом, чем больше я покупаю на вашем сайте, тем больше у меня будет скидка на последующие заказы. Это очень хорошо мотивирует и привлекает ваших клиентов на ваш сайт. Они могут делиться своим логином, своими друзьями и все друзья будут покупать у вас больше. Соответственно, вы будете получать больше за счет большего количества заказов. К сожалению, мы очень сильно ограничены по времени. Чтобы мне вот прям все подробно рассказать, я сразу говорю, в августе мы запускаем цикл вебинаров, который будет разбит по конкретным тематикам. Допустим, вебинар, посвященный полностью заведению скидок, управлению заказом, различным другим рекламным инструментом. Будут вебинары, посвященные заведению товаров, свойств и так далее. Будут вебинары, в том числе, посвященные интеграции с 1С, с показом, как это делается и настраивается. Следите за нашими новостями, будем прямо отдельно, подробно, в режиме реального времени все это показывать и настраивать. Сегодня у меня вебинар такой общий, скажем так, общеобразовательный, в целом показать, что такое Bittrex, не так сложно, поэтому, к сожалению, у меня нет возможности подробно на всем остановиться, поэтому некоторые моменты так вот пробежал достаточно быстро. Про 1С я рассказывал, интеграция в обе стороны, с 1С на сайт выгружаете информацию по товарам, с остатками, с ценами, скидками и так далее, в 1С загружаются все заказы, с контрагентами, с способами оплаты, доставки и прочее. Вот режим, ну что называется real-time, то есть в режим реального времени все это происходит, если на сайте у вас новый заказ создался, он тут же попадает менеджеру в 1С. Если в 1С у вас там изменился статус или изменилось количество товаров на складе, эта информация также отображается в режиме реального времени на вашем сайте. Вот поддерживается, в том числе, синхронизация 1С по многокладовости. Можно выгружать все ваши товары, которые у вас на сайте есть в Яндекс.Маркет, если вы рекламируетесь на этом сайте. Платежные системы, которые вы можете использовать, вот здесь представлены единицы на самом деле, там их штук 30 точно. Заключаете договор с этой платежной системой, они вам предоставляют соответствующие реквизиты, вы их просто вводите в настройках, в админке вашего сайта. Ничего сложного нет. Ну и тоже служба доставки, там тоже штук 10 предоставлено. Можете подключить, там с калькуляторами расчета. Заказы мы посмотрели, скидки настроил, показал вам, как работает. И вот я говорил про email marketing, триггеры на рассылке, там что удобно, что у вас будет статистика всех ваших выпусков, вы будете видеть, кто там отписался, насколько данный стиль, допустим, повествования, стиль письма или данная информация вообще была интересна, неинтересна, сколько людей перешло по ссылке, сколько людей открыло это письмо, прочитало его, сколько людей там зашло по ссылке, сделал какое-то определенное действие, которое вы запрограммировали. Это все вы будете видеть в статистике. Это очень удобно, показательно. И в завершении хочу несколько слов сказать про безопасность, потому что об этом очень многие забывают, про надежность, про безопасность. У нас есть прям серия, здесь я прокручу, серия инструментов для надежности и безопасности вашего сайта. Во-первых, у нас есть целое мобильное приложение, которое вы можете поставить на iPhone или на Android, которое будет вам в случае каких-то проблем с вашим сайтом просто присылать куш-уведомления о том, что там какая-то проблема, сайт не работает, хостинг лег и так далее. То есть вы в любой момент, где бы вы там ни находились, в отпуске, на даче, в дороге, всегда сможете держать руку на пульсе и быть в курсе того, что там с вашим сайтом происходит. Видите, во-первых, количество заказов и в целом какие-то проблемы, что у вас там домен скоро стекает, что у вас SSL-сертификат скоро стекает или что там ваш сайт три минуты назад не работал. Вы это все увидите, система вам будет автоматически об этом подсказывать. И, конечно же, не забывайте про безопасность сайта, потому что когда сайт ломают, это очень сильно действует на ваш имидж и потом очень будет сложно его восстановить. Во-первых, сами клиенты уйдут от вас, ну и плюс из Яндекс, из выдачи Яндекса или Гугла вас очень надолго уберут, пока вы там свой сайт свой сайт обновите, не переделаете, грубо говоря, не вернете обратно в выдачу, пройдет очень много времени. Поэтому в Битриксе есть просто вот, ну, такого действительно я вот скажем так, не хвастаюсь, действительно, такого нету нигде, ни в одной коммерческой системе, даже в том числе западной, такого количества инструментов по защите. Firewall, антивирус, а онтификация по составным паролям, как вы знаете в клиент-банках. Вы можете поставить мобильное приложение, которое будет генерировать вам одноразовый пароль для, допустим, ваших админов, контент-менеджеров, которые заходят к вам на сайт, чтобы даже в случае, если ваши там логины и пароль где-то перехватили, там, не знаю, в интернет-кафе или там подсмотрели там вирусы на вашем компьютере, злоумышленник не смог бы авторизоваться на вашем сайте, потому что потребовался одноразовый там составной пароль. Шифрование данных, там, различные политики безопасности, там, даже есть защита от DDoS и много-много-много другое, все, что вот связано именно с безопасностью сайта, и это, по сути, встроено в любые версии Bittrex, это все абсолютно бесплатно, то есть, входит в стоимость редакции, и не забывайте этим пользоваться, потому что вот это очень важно, это нужно в первую очередь настроить, потом уже заниматься развитием вашего интернет-магазина, потому что, если его взломают, через какие-то просто дыры, которые вы оставите на вашем сайте, это будет очень глупо, и просто вся работа будет на смарку. И финал, цены. У нас, как видите, шесть редакций, все редакции, они заточены под определенные задачи, если говорить про интернет-магазин, то есть, про продажу товара на через интернет, это вот крайне нижние две редакции, малый бизнес и бизнес, то есть, редакция словом бизнес. Они включают в себя полный комплекс инструментов, вот именно по работе с товаром через интернет. Вы в любой момент можете начать с какой-нибудь младшей редакции, с редакции, допустим, малый бизнес, и потом просто перейти на старшую редакцию, просто заплатив разницу в стоимости. То есть, в целом, такой переход возможен с любой редакции на любую другую. Поле подробное описание, в том числе, различия между этими редакциями есть на нашем сайте, потому что там достаточно большая такая табличка, его вот на экране было бы очень удобно показывать. Можете там прям почитать, там прям с ссылками на описание той или иной фичи, чем они отличаются, что это такое. Я лишь скажу, что стоимость включена, во-первых, создание двух сайтов на единой админке, то есть, вы как владелец компании можете создать на одной копии два сайта. Это могут быть два абсолютно разных сайта, может быть там сайт компании и интернет-магазин с абсолютно разным дизайном, но у него будет одна админка и в целом управляетельным сайтом вы будете под одной учеткой как администратор. Они будут расположены все на том хостинге, но повторюсь еще раз, сайты могут быть абсолютно разные. Для примера могу привести вот, тоже на многосайтовости сделал сайт одного и того же издания, это вот Cosmopolitan и Men's Health, то есть, грубо говоря, владелец один, два абсолютно разных сайта с абсолютно разной аудиторией, один для женского половины, другой для мужской половины, но сделано на Битриксе на базе многосайтовости. Это как просто пример. Итак, входит создание двух сайтов и первый год обновлений абсолютно бесплатно. Покупаете вы лицензию, лицензия дается вам бессрочное пользование, то есть, нет такого, что если через год, допустим, вы ее не обновили, не продлили, то она перестает работать. Сайт работать будет все время, пока вы там, собственно говоря, им занимаетесь. Вы можете также, до сечения этого года выходят обновления с нашей стороны, и вы их при активной лицензии абсолютно бесплатно получаете. В обновление входят новые возможности, новые модули, которые будут входить в вашу редакцию. Через год вы сможете продлить еще на один год это обновление, если вам понадобится всего за 22% от стоимости этой редакции. Если это сделать в течение первого месяца, когда у вас закончилось обновление. Вот. Вижу, там звучали такие технические вопросы, как сделать то, как сделать это, как поменять шаблон и так далее. Ну, во-первых, у нас есть достаточно подробная техническая документация, которую вы можете абсолютно бесплатно скачать на нашем сайте, даже не скачать, а просто на нашем сайте ее изучать. Искать нужную вам информацию и самостоятельность, если у вас есть какие-то технические знания, самостоятельно дорабатывать ваш сайт. Либо вы можете обратиться к нашим партнерам, у которых больше уже 15 тысяч компаний, России, странам СНГ. Соответственно, они вам помогут настроить сайт, разработать дизайн, разработать какие-то инструменты, доработать, провести какой-то аудит и так далее. Без проблем обращайтесь, они вам помогут. Информация об этих партнерах есть на нашем сайте. Ну и, конечно же, если у вас появляются какие-то технические вопросы, вопросы, как сделать то-то или то-то, обращайтесь к нам, у нас техническая поддержка оказывается абсолютно всем клиентам нашей компании. Ну, сразу говорю, мы не занимаемся разработкой сайтов, то есть, вопросы в плане «сделайте мне то-то, то-то», готов заплатить, мы этим не занимаемся, то есть, если какие-то вопросы в рамках поддержки продукта, это без проблем, все абсолютно бесплатно, мы вам помогаем, деньги ни за что не берем. И, как в самом начале говорил, все, что вот сегодня показывал, рассказывал, вы можете абсолютно бесплатно попробовать, скачав с нашего сайта пробную версию на 30 дней. Спасибо за внимание. Я сейчас пока потихонечку начну подключать Сергея к вебинару и постараюсь ответить на ваши вопросы, коих вы тут задавали достаточно большое количество. Фильтр мобильных устройств недоступен, фильтр имеется в виду в... Сейчас, сейчас, сейчас. Чуть не выключил магазин. Фильтр имеется в виду вот этот вот боковой, здесь вот, да, он схлопывается таким вот образом. Ну, как бы в целом, вот опять же, этот шаблон вы можете самостоятельно разрабатывать, просто здесь вот в шаблоне убрали его. Если ваш сайт достаточно большой, то ничто не мешает вам эти... Вам здесь его вывести, да, там, отредактировать по вашему усмотрению. все в... все в... как это называется... в исходных кодах, то есть, битрикс никаким образом не... не закодирован, да, все открыто, вы можете все абсолютно по-своему редактировать, добавлять и так далее. минимальная редакция для 1С. Если вы говорите про интеграцию с 1С, то речь идет про интеграцию интернет-магазина, соответственно, редакция либо малый бизнес или бизнес. Только в этих двух редакциях есть возможность интегрироваться с 1С. можно назвать, какой у вас номер релиза битрикса. 15, 5, чего-то там, у меня самое последнее, то есть, я вот... вот, 15, 5, 1. Я буквально вчера демку поставил и установил все стабильные обновления, бета-обновления я не ставил. Вот, 15, 5, 1. Если есть вопросы, задавайте их, пожалуйста. Я пока стараюсь подключить Сергея к вебинару. Сергей, как меня слышно? Видно? Я тебя хорошо слышу. Может, видно, я тебя не вижу. Не видишь? На, меня не видишь. А экран видишь? Экран вижу. Это самое главное. Ну что ж, Сергей, я тогда передаю тебе микрофон, делаю тебя презентером и мы внимательно слушаем твой доклад. Спасибо большое, Денис, за обстоятельный, в общем-то, подробный рассказ внутренней части админки и вообще возможности Дитрикса. Я же, в общем-то, построю свою часть вебинара больше, наверное, не только о рассказе о готовом сайте эксклюзивной мебели, сколько, в общем-то, еще и о подходе к выбору того или иного решения или того или иного пути, по которому пойти. Когда я готовился к данному вебинару, заранее я озвучил некие вопросы, которые я затрону, но в процессе подготовки я понял, что, в общем-то, тех, скажем так, тем, которые я хотел затронуть, их недостаточно. Поэтому, надеюсь, Битрикс с пониманием к этому отнесется. Я расширил несколько, в общем-то, вопросов, которые я хотел бы озвучить. Правда, времени у меня совсем немного осталось, поэтому, если кто-то хочет подробно изучить или там получить развернутые ответы на мои, на какие-то вопросы, которые я ставлю, он может это сделать по моим контактам, которые в конце, естественно, я покажу. Давайте, в общем-то, перейдем к основной пока чате. В общем-то, о чем мы поговорим. Да, сейчас не то, что в тренде, а, в общем-то, скорее, это требование современных технологий, что все сайты становятся адаптивными, потому что, ну, не секрет, что больше и больше пользователей в основном с собой носят не ноутбуки и стандартные компьютеры, а планшеты и смартфоны. Поэтому наш рынок и наши, в общем-то, возможности, они идут в ногу со временем, а то и, в общем-то, заглядывают вперед. Потому что, ну, кто сейчас планирует открыть или разрабатывать сайты, он должен это учитывать, дабы потихонечку весь e-commerce переходит от стандартных инструментов в сторону мобильных инструментов. Покупок, общений, там, кто-то делится соцсетями какими-то новостями и так далее и тому подобное. Поэтому на это нужно сделать, в моем понимании, особый, выделить вот это направление вот в особый путь, потому что тот, кто инвестирует в будущем, будет всегда в рынке. Тот, кто остается, вот как бы, используя старый инструмент, он в будущем будет изначально проигрывать. Это очень важно сейчас понимать. Моя часть вебинара, она больше рассчитана, конечно, не на специалистов, потому что то, что я буду рассказывать, показывать, говорить, специалисты и так будут знать, и они уже знают. Скорее, это тем, кто либо планирует бизнес открыть, либо хочет обновить свой бизнес в интернете, либо просто стала задача разработать сайт, и что с ним нужно сделать, как правильно настроить свою работу по подготовке или там обращению к той или иной студии для разработки проекта. О чем мы, в общем-то, затронем сегодня, о чем поговорим. Ну, во-первых, очень важно понимать, какой вариант реализации выберет тот или иной заказчик, потому что пути, в общем-то, два, идти в готовое что-то, что уже есть, тем самым, наверное, снизить затраты на старте, либо уходить в уникальный проект, то бишь, более основательно подготовиться к старту релиза, продумать все, но старты такие достаточно длинные, долгие и, в общем-то, существенно отличаются по бюджету, если их сравнивать с готовыми сайтами. Ответим на вопрос, в общем-то, нужен ли адаптивный сайт. Конечно же, мы рассмотрим наш магазин, я покажу его скорее с публичной части, про админку Денис очень обширенно все рассказал и повторяться я не хочу. Посмотрим, какие есть проблемы и решения, в общем-то, при разработке, потому что очень многие вещи заказчики на стартапе не учитывают и потом, когда они сталкиваются с проблемами, ну, в общем-то, для них это бывает, скажем так, неожиданностью. Ну, естественно, какие-то решения, они обязаны поддерживаться и, в общем-то, это тоже очень важная часть моей части вебинара. Так, в общем-то, что же выбрать? Какой вариант реализации? Готовый или уникальный? Ведь готовый, любой из этих вариантов имеется как свои плюсы, так и свои минусы. Какие же они? Ну, действительно, готовый сайт это короткое время реализации, потому что, ну, фактически, сайт действительно подготовлен к передаче клиента. Его действительно, у него низкая стоимость, потому что обычно разработчик инвестирует в разработку и окупает свою инвестицию частями. То есть, всегда стоит вопрос, вот почему у вас готовый сайт там стоит 29 900, а уникальный, например, там 200 плюс. И мы объясняем, что вот с точки зрения разработчика и разработки трудозатрат, они, в общем-то, приблизительно похожи. Но тут мы как бы делим свою окупаемость на части и с помощью инструмента Marketplace 1 Bittrex мы частями возвращаем свои инвестиции. А когда делаешь уникальный проект, соответственно, ты сразу под конкретного заказчика с учетом его специфики бизнеса начинаешь для него именно разрабатывать проект. Именно поэтому он только этому заказчику нужен и, соответственно, затраты на это через другие продажи ты не возместишь, поэтому разница очень существенная. Надо понимать, что на готовом варианте всегда есть готовый запрограммированный набор функционала. Он меняется под клиента, под заказчика, но как бы изначально он уже готов к работе. Насколько он устроит заказчик, это уже вопрос индивидуальных переговоров. Но в любом случае вы уже можете работать на том дизайне, например, или на том варианте, который вам понравился. Действительно, готовые решения, там отсутствует индивидуальность. Почему? Ну, потому что подобные сайты, и, как я уже сказал выше, они продаются многократно. Тем самым разработчику возвращается инвестиция, а заказчик получает готовый быстрый проект, который можно запустить прямо сразу. И, естественно, готовые решения, они наносят определенные ограничения для заказчика. И на этом вопросе я останавливаюсь тогда, когда визуально вам буду показывать наше решение эксклюзивной мебели. Что же касается пути уникального проекта, то, во-первых, по срокам она существенно больше, потому что здесь идет очень большая связь с заказчиком и понимание, что же хочет в конце получить сам заказчик. Естественно, сроки данных проектов, они существенно выше, потому что очень много нюансов и очень много вопросов возникает на этапе ТЗ, на этапе разработки и согласования дизайна. Естественно, стоимость уникальных проектов она существенно выше по сравнению с готовыми сайтами, но, в общем-то, и трудозатраты совершенно другие. Но самое важное отличие, что уникальный проект, он максимально старается учесть специфику бизнеса и, собственно говоря, выделится среди подобных направлений для того, чтобы именно ваш проект стал для пользователя максимально удобным, максимально востребованным, чтобы вы могли превзойти собственных конкурентов на рынке. Отвечая на следующий вопрос, а нужен ли адаптивный сайт, давайте посмотрим, в общем-то, плюсы и минусы. Действительно, если сравнивать такие вещи, ну, более-менее понятные, то, если вы делаете адаптивный сайт, а я хочу здесь очень, наверное, акцент сделать, такой, что сейчас на рынке, сейчас в меньшей степени уже, потому что люди потихонечку начинают осознавать, что такое адаптация, а в свое время, где-то еще год назад, полтора года назад, была определенная путаница. Например, очень часто заказчики под адаптацией понимали, что у тебя, если сайт корректно отображается на мобильном устройстве, на мобильном браузере, то это, в общем-то, есть адаптация, что, в общем-то, в корне неверно. Адаптация, это как раз-таки, когда сайт подстраивается под те разрешения, устройств, с которых на сайт заходят. И это я действительно визуально еще покажу, когда будем рассматривать готовый сайт. Действительно, у адаптивных сайтов общий URL-адрес, то есть, для отдельных сторон, если, например, даже сравнивать с мобильной версией сайта, а мобильная версия сайта и адаптивный сайт это разные вещи, хотя очень сильно похожи по смыслу, но адаптивный мобильный версия сайта это фактически второй сайт. И у него может быть свой адрес, например, вы иногда заходите куда-то и там буква M возникает, нужно понимать, что это мобильная версия сайта. В случае, если сайт адаптивный, не меняется ваш адрес, а меняется на самом деле только верстка, которая автоматически понимая, с какого разрешения и какого браузера зашли, она подстраивается под соответствующим устройством. И действительно, при инвестиции в адаптивный сайт у вас сокращаются затраты на обслуживание. То есть, если, например, сравнивать поддержку мобильной версии сайта и сайта и просто адаптивного сайта, то фактически существует снижение затрат, потому что в случае изменений в отдельном сайте, отдельной мобильной версии сайта, вы фактически в двух местах какие-то вещи меняете и значит несете двойные издержки. В случае с адаптивным сайтом вы можете поменять один раз и эти изменения будут применены к разным видам вашего дизайна, который рассчитан на стандартные ПК, на планшеты и на смартфоны. И действительно, сейчас адаптивный сайт это инвестиция в будущее. Как я уже говорил, что потихонечку пользователи перетекают из стандартных компьютеров стандартных заказов больше планшета и смартфона, а значит тот, кто сейчас планирует адаптивную разработку сайта и понимает это, в общем-то он инвестирует в будущее, потому что в будущем именно мобильные устройства будут инструментом ваших будущих заказов. Ну и как здесь написано, все современные браузеры поддерживают адаптацию, которая корректно отображается. Но есть и минусы. И минусы в том, что очень важно сейчас не только чтобы с мобильных устройств работало быстро, подстраивался инсайт, но и важно, чтобы работало быстро. При адаптации у вас утяжеляется страница и, собственно говоря, вес ее растет, а значит это может повлиять на загрузку. Понятно, что когда у вас хороший интернет, вы в Москве, у вас прекрасный канал, вы на этом не обратите внимания. Но если вы в регионе, у вас есть сложности с каналом связи, вот здесь возникает вопрос, как правильно сделать адаптацию для того, чтобы учитывать трафик существующий, минусы веса страницы, для того, чтобы дизайнер при разработке, а потом верстальщик и программист учли, например, минимальные ваши интернет-возможности для того, чтобы адаптировать сайт под медленный интернет. Это, конечно же, скажется на дизайне на весе страницы, вот он может быть не будет таким красивым, но по крайней мере есть варианты, когда можно преодолеть эти сложности. Действительно, минусом еще является то, что адаптивный сайт подразумевает под собой затраты на разработку дизайна, потому что можно, чтобы сайт был адаптивным, нужно рисовать либо два макета, либо три. Что значит два макета? Это значит под каждый тип устройства рисуется главная страница, да, под стандартное ПК, под, например, широкоформатное ПК, под планшеты, под смартфоны. Можно, конечно, совмещать макеты, например, один использовать под ноутбуки и стандартные ПК, а также планшеты и отдельно рисовать под смартфоны. Это очень можно, с одной стороны, снизить издержки, но в любом случае они будут больше, нежели рисовать просто для ноутбуков и планшетов. Дополнительные затраты у вас лягут и на юзабилити. Ну, например, вот сейчас Денис когда рассказывал, был вопрос, связанный с фильтром. Вот отличный пример. То есть, то, что можно расположить, например, на планшете и на стандартном ПК или ноутбуке, иногда некуда вместить, в общем-то, на смартфоне. А это требует, в общем-то, дополнительного исследования и дополнительного времени дизайнера, чтобы в случае необходимости для конкретной специфики бизнеса разработать макет, например, каталога вот именно таким образом, чтобы была возможность и там отобразить фильтр. Либо, например, в банковской деятельности там совершенно другие пользовательские требования, например, в работе с личным кабинетом, которые могут существенно отличаться от того же самого кабинета, но который используется на планшете или на ноутбуке. И вот это, соответственно, вызывает больше времени на то, чтобы учесть вот эти нюансы и разместить на небольшом макете смартфона именно те вещи важные, которые требуются в той или иной сфере деятельности. Действительно, если делать вывод, то адаптивный сайт это, в общем-то, будущее или там уже наступившее настоящее, и тот, кто сейчас планирует разработку и этого не учитывает, он фактически закладывает мину замедленного действия, которое в будущем, в общем-то, очень отрицательно скажется на работе. Уж не говоря о том, что там Яндекс, Google, они уже включили в критерии, например, ранжирования в поисковиках как мобили-френдли, это, конечно, не одно и то же с адаптацией, но как бы дизайны, которые отвечают требованиям к мобильности, и это нужно учитывать сейчас, дабы потом, в общем-то, не нести вторичные издержки на доработку, или тот, кто хочет сейчас экономить, он может потом, в общем-то, существенно вложиться для того, чтобы преодолеть те проблемы в продвижении, которые его могут ожидать. Ну, собственно говоря, давайте перейдем к самому решению. Я его открыл, и, как я говорил, что давайте мы посмотрим, в общем-то, что такое адаптация. Например, если вы зашли с планшета, то под вас подстроился экран, если вы зашли со смартфона, да, все перестроилось таким образом, чтобы вы могли удобно работать на смартфоне. Да, действительно, сейчас это больше общее решение, и оно, может быть, не учитывает определенные особенности, ну, например, в каталоге, потому что здесь мы каталог просто разбили на подкатегории, а может быть, кому-то не устраивает там внешний цвет, да, там, верхняя, там, нижняя часть, это все можно реализовать, просто поменять там файл в стиле. Поэтому мы просто сейчас говорим о том, что есть готовый сайт, который имеет отличие от существенного, ну, от стандартного дизайна, который идет в коробке с битриксом, он посвящен мебели, и, собственно говоря, основные его элементы вот пытаются решить задачу для продажи конкретного вида товаров, это вот эксклюзивный мебель. Как вы видите, есть слайдер, в котором вы можете выводить либо товары, либо подкатегории, есть с правой стороны, в общем-то, баннер, который вы можете использовать под рекламу, под какие-то акции, да, скидочные, или там, например, по продажу там комплектов, о чем говорил также Денис, когда рассказывал о внутренней части администрации. Также вы можете работать со спецпредложениями, выгружать их. С левой стороны вы видите, в общем-то, тот же самый каталог, который сверху вы можете находить под каталогу, выводить соответствующие значения, точнее, соответствующий товар из каталога, вы можете, если вы ведете маркетинговую поддержку своего сайта, писать новости, давать возможность подписаться на новости, делать теги, и, соответственно, делать поиск по тегам, можете размещать баннеры, если у вас есть, например, различные производители, вы хотите их показать, пожалуйста, у вас тоже есть такая возможность. Если вы ведете СММ какую-то поддержку своего проекта, с правой стороны есть возможность у вас и подписаться на новости, и посмотреть ролики, и интегрироваться с популярными сетями, соцсетями. Вот. Как верно заметил Денис в обсуждении возможности интернет-магазина, что очень часто именно наличие или отсутствие фильтра, да, влияет на то, чтобы был сделан выбор товара в какую-либо пользу, да, вот у нас есть фильтр по товарам, который может распределяться по производителю, по материалу, о котором, кстати, также Денис утверждал, по цветам, по стоимости, вот. Также можно сравнить товары, например, если вы хотите выбрать между двумя диванами или там, провести опрос, например, если у вас есть подразделение маркетинга, и они хотят узнать о каком-то товаре, о направлении, о бренде, еще что-то. Также можно подключаться к опросу, формировать какие-то вопросы для того, чтобы пользователь, ваш потребитель отвечал на эти вопросы, вы получали информацию, которая поможет вам более эффективно продавать. Это очень важно, когда действительно серьезно компания подходит к возможности продажи. Сейчас на рынке удобные вещи очень положительно влияют на выбор решения купить или не купить. Естественно, любая карточка товара содержит фотографии с предпросмотром, то есть, если у вас, например, есть диван красивый, вы можете более близко посмотреть его, посмотреть его цвета в разных цветах. У вас есть возможность там прокомментировать, добавить в избранное, также добавить в сравнение именно этот товар, понять про описание, выбрать количество, потому что, если вы, например, выбираете какую-нибудь подушку, их можно купить несколько, если набирать какие-то сопутствующие товары, тоже можно купить несколько, а также поиграться со скидками, о чем также говорил Денис. Естественно, вы можете, если у вас есть такая возможность к конкретному товару включить какие-то рекомендованные товары, ну, например, если вы продаете диван, к ним добавить подушки, пуфики, кресла, стуль и так далее, что, в общем-то, может увеличить сумму чека. Также есть возможность написать отзыв, если у вас есть теги, которые там прописываются к конкретному товару, они здесь тоже будут выводиться для того, чтобы вы могли еще и по тегам, в общем-то, делать как продвижение, так и сортировку ваших товаров. В веб-магазине присутствует регистрация для пользователей, либо новых покупателей, либо существующих, где люди могут зайти, ну, и, собственно говоря, либо зарегистрироваться, либо, в общем-то, уже по собственным полям пройтись в личный кабинет. Если вдруг, допустим, вы уже часто покупаете что-то, да, вы можете откладывать в избранное там, что вы планируете купить и сохраняете это в личном кабинете. Я сейчас просто не авторизован. И, собственно говоря, если вам нужно просто подумать, вы в избранное набираете, потом, когда вы примете решение, чтобы вам еще раз не собирать все, что вы потратили время до этого, отправлять, в общем-то, на оплату. Вот, и здесь, наверное, вопрос оплаты, он, в общем-то, такой важный, потому что есть определенные стереотипы готового решения, которые у себя воспринимает сам заказчик, а есть то, что на самом деле он покупает. И здесь очень большой нюанс, что называется, потому что у нас как бы не одно решение, это тоже покажу. Есть вопросы, связанные, например, ну, подождите, вы говорите, что у вас готовое решение, а вот у меня, например, оплата не работает. Или, например, интеграция с 1С. Действительно, например, мы не можем предугадать, когда делаем готовое решение, с каким именно оператором или процессинговым центром вы сделаете интеграцию. Поэтому такие вещи возможны, да, но, к сожалению, мы не можем для всех угадать, с кем вы будете интегрироваться, поэтому вот такие вещи, к сожалению, в стоимость готового решения не входят. То же самое это касается 1С. Например, все говорят, у нас стандартный 1С. Если честно, в своей практике я, наверное, в пяти случаях из ста встречал, что действительно стандартный 1С при старте проекта. Но потом, когда ты начинаешь рисовать дизайн, начинаешь связываться с маркетинговым подразделением заказчика, то стандартный 1С потихонечку превращается в нестандартный. И это тоже, к сожалению, надо учитывать даже при выборе любого готового решения, неважно наше оно или что-то еще, что мы не можем предугадать, какие изменения будут у вас в 1С для того, чтобы 1С, что называется, работала сразу из коробки. Поэтому, если у вас действительно стандартный 1С, она будет здесь работать. Если у вас нестандартный 1С, она доработана под вас, соответственно, готовое решение, к сожалению, этого не поймет, и вам нужно сделать доработку для того, чтобы те изменения, которые вы сделали на стороне 1С, готовое решение или уникальное решение, неважно, правильно воспринимала и выводила эти изменения, собственно говоря, на сторону, публичную сторону сайта. Это тоже очень важный вопрос. Естественно, как и в любом сайте, у нас есть целая процедура оформления заказа. Давайте положим что-нибудь, давайте что-нибудь купим. Вы можете видеть, что вы можете, не переходя со страницы, посмотреть, что у вас есть в корзине, а может быть удалить это, если вы передумали, можете продолжать работать. Вы можете переходить в корзину, чтобы посмотреть, потому что на самом деле сейчас я сторонник, этого здесь нету, но вообще любой заказчик хочет увеличить сумму чека. И в моем понимании, вообще идеально было бы сделать, когда на этапе заказа вам дается возможность что-то еще предложить клиенту, например, с каким-то дисконтом. Вот купите вот это, вот это и вон то, и вы в целом получите вот такую-то выгоду. На мой взгляд, это было бы очень интересное решение, которое позволит с одной стороны продать с вашей стороны больше единиц товара, а клиенту получить больше товара, но с выгодой определенной. Вот, и все будут довольны. Вот, отличная тема в моем понимании, и этим надо пользоваться. Естественно, если, допустим, у вас есть какие-то скидочные акции, есть купоны, здесь они могут применяться, добавляться, удаляться отсюда, и вы можете смело переходить дальше там уже в покупку. Я бы с удовольствием рассказал еще больше о решениях и вообще, но время у нас ограничено. Давайте я немножко коснусь того, что я понимаю, что специалисты это знают, а вот заказчики, скорее всего, будут планировать создание или открытие интернет-магазина на базе готового решения, уникального, неважно, должны понимать, что такое адаптация. Вот, например, еще одно из наших решений, которое не является адаптивным. И почему? Вот если я его судил, например, до размера смартфона, то вы видите, что у меня появились поля. И это, в общем-то, говорит о том, что сайт не адаптивный. Если вы зайдете на это решение с мобильным устройством, он будет корректно отображаться, но чтобы с ним работать, вам нужно приблизить тот или иной элемент и начинать с ним работать. В этом плане адаптивный сайт, он подстроился и, в общем-то, помогает вам работать. Я хочу сейчас продолжить после решения. Если есть какие-то вопросы по решению или там вообще по реализации, я готов ответить на любые вопросы. Мои контакты будут и более подробно все разобрать. Как я уже и говорил, у нас есть много всяких решений, которые у нас, они опубликованы на маркетплейсе. Вы можете их посмотреть, вы можете их купить, вы можете задать много вопросов, я с удовольствием на них отвечу. Но есть еще одна важная вещь, которую, наверное, не все на старте понимают. Это проблемы. Проблемы с разработчиком, проблемы вообще подготовки к самому проекту. И это очень важно. Потому что от того, насколько ты подготавливаешься к самому проекту, зависит, в общем-то, и результат. А какие проблемы могут быть? Ну, например, с заказчиком. У заказчика очень часто бывает, что нет ответственного по проекту. Есть идея, руководство сделать сайт или интернет-магазин или переделать что-то. Но нет у того конкретного человека, который со стороны заказчика будет общаться со своими сотрудниками внутри компании, чтобы четко сформировать задачу, что же нужно сделать. Новый сайт, старый там переделать и так далее, и тому подобное. Это если над проектом со стороны компании работает несколько людей, то как показывает наша практика внедрения, очень часто это заканчивается очень долгим проектом, недопониманием каким-то, потому что даже внутри себя иногда люди не могут договориться. Также очень часто задержка бывает в том, и вообще проблемы возникают, когда идея есть, понимание есть, а материалы не готовы. Вроде бы, да, очевидные вещи, но, наверное, процентов 60 случаев мы стопоим проект только потому, что нам не хватает материала, чтобы приступить к работе. Ну, даже банальная интеграция с 1С. Иногда ты говоришь, давайте мы интегрируем 1С, с нашей стороны все готово, а у заказчика 1С не готово. Ну, нету там товаров, или 1С еще дорабатывается под него, а, собственно говоря, без интеграции с 1С идти дальше в программинг, но это иногда выходит только боком, либо двойными избежками. И самое важное, наверное, иногда заказчик, ну, наверное, в силу того, что он не всегда является, наверное, специалистом, он не совсем понимает, что, по каким критериям он готов принимать проект. Иногда исполнитель проделает, там, 99% от работ, а из-за того, что не отформатировано письмо, например, информирование клиента о заказе, стопорится все действие. И это тоже очень важно, потому что, ну, с одной стороны, это затяжка, а с другой стороны, это время, и заказчик недоволен, с одной стороны, он не сказал об этом, что для него это важно, исполнитель, проделав, там, 99% работ, не может закрыть проект. Вроде бы, тонкая вещь, но очень часто встречающаяся. Не важно, что это, там, на письме, ну, где-то еще, поэтому большая просьба к заказчику, на самом деле, и к исполнителям, разговаривайте об этом перед стартом, потому что это снизит ваши риски очень существенно. Какие могут быть проблемы с исполнителем? Ну, например, вот, с такими, там, партнерами, как мы. Иногда, очень часто, исполнитель занижает сроки стоимости, потому что, ну, надо, у нас высококонкурентный рынок, и Денис говорил о том, что большое количество партнеров, там, 15 тысяч плюс, а конкуренция очень часто это, собственно говоря, демпинг. И надо понимать, что большие студии, которые уже давно на рынке, вот мы, например, уже на рынке, там, 8 лет, мы понимаем, что иногда лучше не идти с клиентом, потому что, ну, фактически, ну, во-первых, банально, да, там, ты не заработаешь на клиенте, второй момент, что ты можешь сыграть в минус, а тот, кто пойдет на условия заказчика, то, в общем-то, а, либо не сделает проект, сделает его плохо, например, вот Денис коснулся вопросов безопасности, а очень часто неквалифицированные ребята, которые соглашаются на более дешевую цену, чем стоит работа, они, в общем-то, делают все не совсем по стандартам литриксы, что приводит, в общем-то, к снижению безопасности самого сайта. Я не буду говорить там терминами, но тем не менее. Иногда ребята переоценивают свои возможности, не разбираясь окончательно в проекте. Вот мы сейчас стараемся, например, делать разработку и вообще говорить финальную стоимость только после ТЗ, потому что, когда у тебя действительно есть полная картина понимающего клиента, что ты понял заказчика, что заказчик понимает все свои издержки, вот тогда идти дальше, потому что очень часто заказчик выбирает по цене и срокам проекта, который не существует, описание которого там в трех строках. Мне нужен интернет-магазин, интеграция с 1С, и неважно, какой там 1С, 7.7, 8.3, УПП или так далее, и мне нужны оплаты. Или самое стандартное выражение, мне нужен стандартный интернет-магазин. Что такое стандартный интернет-магазин? Даже покупая у нас, очень часто покупают готовые решения, смотришь на результат, а они совершенно другие. То есть вот вроде бы исходят к один и тот же, а потом все меняется по требованию конкретных задач, и он совершенно превращается в другой инструмент, нежели продавался. Вот можно ли это назвать стандартным интернет-магазином? Или что такое стандартный интернет-магазин? Такая вещь, очень не имеющая границ, потому что у каждого свое будет понимание и трактование этого вопроса. И надо понимать, что риски связаны с человеком, который занижает стоимость проекта, он должен кем-то выполнить его, а это значит, что есть вероятность, что он пойдет к кому-то, кто на самом деле не всегда работал с битриксом, и будет пытаться вот уже в своей ценовой категории найти специалиста. Хороший специалист по битриксу, к сожалению, наверное, всех заказчиков дешево не стоит, а значит, вы должны понимать эти риски на себе. И самая, наверное, такая вещь важная, это отсутствие планирования. Вот опять-таки наш технический директор жестко требует планирования каждого проекта, потому что на каких-то этапах у нас очень большая связь с заказчиком, а значит, заказчик к этому моменту должен сделать что-то. И если он это сделал, то мы идем дальше. Если он этого не сделал, ну, собственно говоря, мы не можем идти дальше, и заказчик это тоже понимает. Это очень важный момент. Поэтому если у вас есть представление о вашем проекте, то необходимо планировать все действия, согласовывать все действия, потому что не важно, что вы платите исполнителю, но он также зависит от вас, как и вы от него, потому что есть какие-то ваши обязательства, какие-то его обязательства. И вот здесь вот надо договариваться над другим. Какие общие могут быть проблемы? Ну, естественно, взаимодействие. Очень плохо, когда со стороны либо исполнителя, либо заказчика взаимодействует более чем один человек, потому что тогда, может быть, умятятся, или разные люди говорят разные вещи. И это, опять-таки, приводит к непониманию, к рискам и, собственно говоря, к увеличению сроком, и потом к каким-нибудь доработкам, доделкам и так далее. Действительно, если отсутствует техническое задание, то очень сложно, на самом деле, точно, подчеркиваю, точно определить объем работы. Например, вот по примеру, еще год назад это случилось, когда к нам пришел заказчик, сказал, ребят, я хочу сделать корпоративный сайт. Мы вроде бы посчитали, все хорошо, там было такие-таки деньги. И потом, когда все уже пошли договариваться, уже о договоре, согласовывать договор, он говорит, слушайте, я хочу адаптивный. А у него, например, крупная организация, где он бюджет уже согласовал, определенный озвученный. А слово адаптивный добавило ему стоимость, там, существенную. И он искренне удивился, он говорит, ну подождите, ребята, мы с вами вот говорили, а теперь слово я добавил в адаптацию, и у меня вот теперь существенно, там, возросли издержки. И мы ему объяснили, почему. Но так случилось, что, как бы, он говорит, бюджет согласован, вариантов нет. И, собственно говоря, пришлось сделать без адаптации, мы смогли, как бы, этот вопрос регулировать, но тем не менее, то есть, вот такие вещи, которые возникают по ходу, да, даже согласование договоров без отсутствия ТС, они вот такие вот риски подразумевают. Это тоже нужно очень хорошо. Ну, как я уже говорил, что общий риск, это когда иногда студии, они в один договор включают все и лицензию, и дизайн, и верстку, и ТЗ, и разработку, и тестирование, и все-все-все на свете. Это большой риск, потому что я понимаю, что, например, для студии, вот мы так не работаем, хотя, наверное, для студии это выгодно, когда ты с клиента получаешь на входе сразу много денег, а потом структурируешь работу. Но бывает ситуация, что, например, после написания ТЗ существенно меняется объем работ. А у тебя уже договор заключен, предоплата обнесена, а объем работы возрос существенно. Вот что делать? Ведь договариваться, идти на, собственно говоря, конфликт определенный. Здесь надо быть очень аккуратным. Поэтому мы в своих работах там все распределяем по приложениям, и, что называется, мы всегда даем свободу выбору как себе, так и заказчику. Если ему там по каким-то причинам не нравится с нами работать, он всегда может, закончив с нами определенный этап и получив все, за что он заплатил деньги, он может смело пойти в другую студию. Либо наоборот, он увидел, как мы работаем, говорит, ребят, вот что вы говорили, действительно так и есть, спасибо, давайте пойдем дальше. Ну и, соответственно, очень важно, чтобы замки, которые иногда строят продажники перед заказчиками, они не превратились в хибарки, которые получаются на выходе. Потому что очень часто ожидания одни, а результат другой. И даже если исполнитель, в общем-то, сделал все как положено, это не значит, что заказчик, в общем-то, доволен тем, что получил. А это всего лишь навсего говорит о том, что на этапе продажи обещаний было гораздо больше, чем, в общем-то, реализация. Это тоже нужно учитывать. Так какие же решения? Ну, ТЗ обязательно, это, в общем-то, и так выходит, да, это очень важный момент. Даже если вы делаете, готовый сайт, дорабатываете, а он требует доработки под конкретно вас. Там, изменение логотипа, цветов, вывод товара, формирование для вас там карточки товара, где вы хотите, например, взять, добавить СКУ, например, да, потому что у вас там мебель, у вас там помимо размеров, длин и так далее, там может быть еще какие-то параметры, по которым бы вы хотели делать именно торговое предложение. Это очень важно. Поэтому, действительно, это тоже требует проработки. То есть, да, вам не нужно, например, еще там с нуля рисовать дизайн, еще платить за, с нуля разработку, но доработки, они требуют, и важно, чтобы не только вы понимали, что вы хотите, но исполнитель понимал, как доработать то иное решение. И, действительно, наше решение может доработать любая студия, которую вы привлечете. Мы можем доработать, с нами не договорились, другая студия, с партнерами также может доработать наше решение. Естественно, желательно, чтобы все материалы по проекту были доразработаны. Это, в общем-то, бич, но тем не менее. И, в общем-то, на каждый этап работ рекомендую либо там отдельный договор, либо, в общем-то, приложениями ограничиваться для того, чтобы вы тоже были защищены. То есть, с одной стороны, вы договорились о каком-то условном объеме работ, отделить их на этапы. Ну и, собственно говоря, дальше в соответствии с условиями договоров или приложений вы, в общем-то, принимаете либо не принимаете работу от исполнителя. Это тоже очень важно. Ну и, собственно говоря, каждое из решений, ну, наверняка, если вы, например, не всегда специалист или у вас нет собственного специалиста, оно требует, в общем-то, обслуживания. Поэтому наши решения все поддерживаются. И это, в общем-то, тоже нужный инструмент, который позволяет вам и разместить на хостинге либо у нас, или, например, доработать что-то, проинтегрировать что-то. Это все присутствует. Сейчас перед последним слайдиком я бы хотел показать вам, что у нас несколько решений, то есть вот решений, которые сегодня лежат в основу, да, на моей части вебинара. Но у нас, на самом деле, есть достаточный пул решений. Вот, например, один из последних это Панорама интернет-магазин, тоже адаптивный. Собственно говоря, адаптивный интернет-магазин аксессуаров. Есть неадаптивные решения, есть адаптивные решения, есть даже там в современном дизайне метро, так называемый. Удивительно, но вот, например, я очень с большим скепсисом отношусь к этому дизайну, а вот, судя по заказам, иногда люди очень почему-то выбирают именно это решение. Мы сейчас обновили адаптивный интернет-магазин товаров для дома с учетом последних изменений. Поэтому, пожалуйста, заходите, пробуйте, смотрите, задавайте вопросы по тем или иным решениям. Мы с удовольствием либо я, либо мои специалисты подготовят для вас ответ. Ну и в финале я хочу вам, наверное, вот наши клиенты, с кем мы работаем, сотрудничаем. На самом деле, сейчас этот пул поменялся существенно. Ну и я думаю, что со временем мы тоже их здесь опубликуем. Ну и, собственно говоря, готов ответить на вопросы. Я, конечно, сожалею, что я так быстро пробежался по темам, темы большие, но готов ответить на ваши вопросы, если они есть. Давайте посмотрим. Так. 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 Вот Артем спрашивает, обязательно ли интеграция 1С и можно ли начать без нее. Здесь есть момент очень важный. Действительно, можно начать и без нее, это не вопрос. Но тут нюанс есть, что после того, как вы сделаете интеграцию, то, например, вам нужен тот каталог, который вы будете выгружать с товара, точнее, из 1С в сторону сайта, вам нужно будет переподключить функционал. Потому что, если вы, например, товар заносили просто на сторону сайта, а потом этот же товар или этот же каталог начинаете импортировать из 1С, то помимо интеграции вам нужно еще и переподключить функционал, чтобы тот товар, который берет теперь из 1С, с характеристиками, с картинками, корректно отображался на сайте и, собственно говоря, мог участвовать в функционале вашего сайта. В сравнениях, например, фильтры и так далее и тому подобное. «Версия эксперт» что такое? «Версия эксперт» на самом деле это решение, которое больше подходит под новостные порталы, которые не включают в себя интернет-магазин, но которым нужны, например, какая-нибудь социальная сеть внутри и большой проект, который посвящен новостям, каким-то описаниям. Скорее, это больше в новостной портал со своей статистикой, со своими особенностями, которые именно присущи этому направлению бизнеса. Да, коллеги, если есть вопросы, задавайте Сергею, может быть, какие-то вопросы остались. Если вопросов пока нет, вот мои контакты, я готов вам ответить на все вопросы. Пожалуйста, обращайтесь и, собственно говоря, прокомментирую все ваши письма. Денис, Сергей, спасибо. Ну, что ж, тогда мы завершаем вебинар. Как уже говорил, видеозаписи постараемся выложить на дня, буквально сегодня-завтра, на сайте Bittrex, можно будет ее скачать. Вот, всем спасибо и тогда ждем вас на всех наших последующих вебинарах и семинарах на различной тематике. Спасибо. До свидания.